Ребят, всем привет, с вами снова Джонни, и мы будем играть в Dark Souls. Но сегодня и завтра будут необычные видео, и я хочу... Я хочу сделать такой челлендж для себя, и может быть для вас, я не знаю. Я попробую за эти два дня пройти Dark Souls полностью, не вырезая никаких моментов. То есть это видео может быть 2-2,5-10 часов длиной, и там будет прохождение Dark Souls, так как могу пройти его я, я буду прерываться, возможно, не такие моменты я буду вырезать, чтобы найти дальнейшее прохождение, потому что так-то я игру не проходил, и максимум, куда могу дойти, это Anorlanda, и тут там я ливаюсь, не дойдя до следующего костра. Так что давайте начнем новую игру, создадим нового игрока, назовем его... Да пусть будет просто Джонни, и как бы... Просто будет Джонни, и никаких опознавательных знаков, возможно, вы сможете в игре встретить меня и убить вполне за этого персонажа, и попасть в видео. Я начну за пираманта, потому что за него немного легче все-таки. Лук практически не нужен, у тебя есть фаерболы, и прочее, и прочее. Да и он начинает с первого уровня, значит, к концу игры он будет немного ниже остальных твоих персонажей, и возможность, точнее, вероятность того, что к тебе подключатся, чтобы убить тебя, когда ты будешь человеком, немного ниже. Давайте возьмем любого персонажа, любые волосы, синего цвета, например, и сразу приступим. Я буду пропускать катсцены, потому что, ну, как бы, вы их сами можете посмотреть, если вам это нужно, и сразу ренемся в бой. Надеюсь, первую часть, по крайней мере, первых двух боссов я проведу с первой попытки, если повезет. Вот, немного непривычно играть за пираманта, потому что я все-таки обычно играю за бандита, и, по крайней мере, вот этих полых я убиваю в два раза быстрее. Соответственно, теперь мы будем играть, делая расчет не на силу атаки, а на увороты, на атаки со спины, на контратаки, на ловкость, в общем, в целом. Надеюсь, надеюсь, все пойдет неплохо. Я думаю, надо сделать еще чуть потише, а то все-таки, все-таки громко. Отдых у костра восстанавливает здоровье, это мы помним. Давайте присядем у этого костра, чтобы, если вдруг что случится, не ливануться на вот этом вот боссе. Вдруг он мне не даст сейчас пройти в калиточку, и все. Так, ну я надеюсь, я пробегу, он даже не заметит. Отлично, все делаем крайне аккуратно. Вот новый костер. Давайте сядем у него. Играя за пираманта, немного другой расклад в начале. Обычно, когда играешь за других персонажей, тебе дают щит, и тебе дают оружие. Пираманту впереди еще дают вот эту вот перчатку для использования огненной магии. По-моему, она так и называется. Огненная перчатка, пирамантия. Что-то, 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 что-то. Так, вот он мой топорик. Ужасное оружие. В ближайшее время, буквально сразу же, после покупки основных предметов у торговца, я убью его и заберу у него куча китану, с которой дальнейшие мои похождения будут намного-намного легче. И нет, не здесь. Разогнался чуть-чуть. Не здесь, не здесь. Поворачиваемся от луна, поговорим с рыцарем. И он дает нам флягу с эстусом и ключ от второго этажа. Теперь мы можем, наконец-то, получить немного впереди нашу перчатку. Давайте попробуем контратаковать. И у этого персонажа окно контратаки немного больше. Когда ты вкачиваешься в силу, все именно идет на дамаг. Когда у тебя выше ловкость, вот эти вот, ну, плюс 5 миллисекунд к той возможности контратаковать, это, конечно, большая разница. А вот она, пламя пиромантии называется, перчатка, которую мы сможем впредь теперь использовать. Кстати, надо быть немного аккуратнее с этим щитом, потому что он не защищает на 100% от дамага получаемого. И получать удары в спину, это вообще плохая идея. Но, в принципе, видите, контратака очень хорошо работает нам на руку. Я, пожалуй, вылечусь сразу, потому что там еще лучник. Даже, даже лучник, даже лучник может нанести дамаг. И давайте убьем этого скелета. Лишние души в начале игры не лишние. Надеюсь, он не убьет меня. Не получается у меня контратаковать его. Поэтому старым добрым дедушкиным способом обойдем со спины. И попробуем зарубить этого блюдка. У нас неплохо получается. А теперь давайте пойдем побьемся с боссом. Фух, надеюсь, выйдет с первого раза. Можно использовать теперь фаерболы против него, что тоже... И я не попадаю, к сожалению. Зато он попадает по мне. Фаерболы очень много дамага наносят этому боссу. У него... Снижена защита от огня. Соответственно, можно этим пользоваться. Один фаербол сносит практически четверть его хп. Еще бы... А, нет, я попал. Я думал, не попал. Прошлым фаерболом. Жаль, что количество фаерболов жестко ограничено. То есть, допустим, обыкновенные фаерболы всего 8 штук можно с собой переносить. Фаерболы покруче всего 4. Там какие-нибудь суперэпические, неебические фаерболы всего 1 или 2. Это, конечно, немного плохо. И чем круче твой фаербол, чем круче твое магическое заклинание, тем дольше оно кастуется. И, например, в PvP крайне трудно его использовать с успехом. Ну, например, против врагов это вполне себе неплохо. Против боссов тоже хорошо. Против каждого босса есть даже какая-нибудь клевая тактика. И есть такое окно, когда ты можешь использовать без проблем. Ну, вы поняли, о чем я. Так, давайте сразу ученость увеличим до 14, чтобы можно было носить с собой 2 фаербола в будущем. И, по-моему, у Чикитана требует 11 ловкости. Сначала вкачаем основные навыки для ношения оружия. И потом начнем вкачиваться в остальные вещи. Будь то здоровье, выносливость и прочее, которые реально важны. Пока надо разобраться с оружием. Вот я что хочу сказать. Давайте поговорим с этим парнем. Он нам отдаст медальон. Я, кстати, почитал насчет медальонов. Они нужны для того, чтобы повышать свой статус в определенном сообществе. Тут в игре есть 9 сообществ. Что-то типа кланов. Каждый из них дает свои бонусы. И в одном из кланов нужно подносить эти медальоны. За каждые 10, 20, 80 медальонов ты повышаешь свою ступень и получаешь какие-то определенные ништяки. Но в этот клан я вступать не собираюсь. Я, скорее всего, вступлю в другой. Об этом я расскажу немного позже. Пока это не столь важно. По-моему, вот здесь еще один труп лежал. Да, вот он. С огненными бомбами, которые могут быть полезны на следующем боссе. И единственное, я еще хочу заглянуть в ту дырку, где должен быть лифт в будущем. Там внизу есть еще пара предметов. Красное око, к тому же, с помощью которого мы можем присумониваться к другим персонажам. С целью убить их и получить огромное количество души. Души денег. Души человечности, я хотел сказать, тут нет такого понятия, как деньги. Деньги – это наша душа. Так, давайте ее разберем. В принципе, я бы мог бегать с вот этой вот Моргенштерн, как она тут называется. Но у нее очень медленная скорость атаки, и там, опять же, акцент идет на силу. А сила у моего персонажа, ну, мягко говоря, низкая. Так, и давайте резко убежим от этих скелетов, чтобы не разбираться с ними. Я видел, там еще одна секретка лежала, но... Она того не стоит. Она того не стоит. В принципе, в принципе. Давайте вкачаем... Если хватит еще один левел. Так, больше душ нету. К сожалению, к сожалению. Мне кажется, 4 стопы-то не хватит. Давайте пойдем к следующему боссу, и после босса еще вкачаем немного. Опять же, хочу сказать, вот это вот видео и завтрашнее будет интересно именно тем, кто хочет пройти какие-то определенные участки в Dark Souls, и, может быть, просто не знает там локации, или куда идти дальше, куда использовать ключ. Я, в принципе, помню некоторые эти места, поэтому могу поделиться своими знаниями с вами. И, я думаю, это будет полезно вам. Так, давайте быстренько разберемся с этими скелетами. Опять же, как использовать атаку со спины? Если вы хотите атаковать врага со спины или другого персонажа, подойдите сзади и снимите щит. Держа щит, персонаж почему-то крайне редко атакует со спины. Я не знаю, от чего это зависит. Видимо, ну, как-то вот так это просто происходит. Так, давайте убьем еще вот этого скелета. И скорее бы мне найти щит получше, потому что этот пропускает практически половину получаемого дамага. Так, и теперь надо бы вот туда перепрыгнуть. Тут впереди есть кольцо, замечательное кольцо, которое пригодится нам в будущем. Жертвенное кольцо. Одевая это кольцо, при смерти вы не теряете ни души, ни человечность. Но, к сожалению, после смерти оно исчезает. То есть одноразовое такое кольцо, одноразовая возможность второй жизни вроде как полезна, может быть, для нас. 100% она окажется полезна нам в будущем. Есть еще другое подобное кольцо в игре. Оно еще и оставляет тебя человеком после смерти. Но достается она впереди, по-моему, уже где-то в замке. За ним мы тоже пойдем, если я не сойду с ума от этой игры, и все-таки решусь ее пройти, и у меня хватит сил на это. То, да, то кольцо мы тоже достанем. Мы уже неплохо проделали, наверное, половину пути ко второму боссу. Ну, пока что положение вещей не меняется, все так же, как и было. Так, надо разделаться с одним хотя бы. И этого атакуем со спины. Это немного компенсирует наш низкий дамаг. Так, и давайте спустимся сюда, потому что здесь... Здесь еще есть небольшой секрет, насколько я помню. Так, еще немного душ, да. И может что-то наверху я... Нет, здесь, к сожалению, ничего. А дальше, дальше, дальше... Здесь типа... типа ловушка. К сожалению, щит действительно пропускает очень большое количество дамага. Приходится очень часто использовать фляги. Большая трата, но... Буквально... буквально через полторы минуты... Может, две минуты... Мы сможем получить... Новый крутой щит. Насколько я помню, вот в этой секретке лежит просто банально мусор. Который никак не нужен в этой игре. Да, это просто мусор. Давайте сразу же... Отделаемся от него, чтобы он не занимал лишнее место в инвентаре. И пойдем наверх. Там, по-моему, еще что-то было. Если нет, то... то ладно. Но мне кажется, там в конце... Вот, еще есть душа одна. Давайте заберем. А, человечность даже. Человечность это хорошо, потому что... У следующего костра уже пора бы... Стать человеком. Чтобы битва со следующим боссом... А нет, хотя... К следующей битве еще даже это не особо нужно. Так, дядя. Действительно, дамаг крайне низок. Если бы играл за... За бандита, то убивал бы их намного быстрее. Ну и что поделать. Сейчас мы эту ситуацию будем... Всячески исправлять. И делать отличный билд на персонажа. Так, мы почти-почти дошли... Почти дошли до... И до торговца, и до костра. Вылечимся здесь, пожалуй. И по одному убьем этих скелетов, не привлекая внимания лучника. Потому что... Есть небольшая трабла с этим именно лучником. Его стрелы иногда становятся самонаводящими, если он простреливает практически всю эту карту. Но как сейчас. Она немного... Немного все-таки завернула в мою сторону. И именно этого я хочу избежать, потому что... Он может стрелять и сквозь эту стену по нам. Так, и... Попробуем не умереть. Так, отлично. Остался там один лучник. Сейчас для начала возьмем... Вот здесь другой щит. Это уже небольшой прогресс для нас. Этот щит уже не 50% дамага останавливает. Останавливает... 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 А 96, если не ошибаюсь. 93% дамага получаемого. Что тоже неплохо. Так, давайте... Передохнем у этого костра. Дойдем до торговца. Как раз у нас будет достаточное количество, чтобы купить основные какие-то предметы, затрачиваемые. Будь то... Ну, самый начальный мелок. Желтый. Который нам пригодится для прохождения. И убьем торговца. Убьем его. Получим его меч. Посмотрим заодно, сколько необходимо вкачать. Для того, чтобы пользоваться мечом его... Мечом? Катаной? Не знаю, меч ли это. Катана меч или не меч, ребят? Еще один скелет. Так. Попробуем контратаковать этих засранцев, если вдруг они решатся все-таки атаковать. Потому что сквозь щит я не наношу им совершенно никакого дамага. Я просто не успел. Отлично. Может быть он погибнет даже с первой контратаки. Да, он погибает. К сожалению, фиксация опять спала. Такое иногда случается. А этого мы убьем просто со спины. Кстати, убивая врагов контратакой, мы получаем немного больше душ, чем они обычно дают. Убийство себя. Ну, вы поняли о чем я. Так, и здесь у нас... Типа засада. Здесь у нас... По-моему, какой-то секретик был. Сейчас давайте разберемся с этими... Парнями сначала. Отлично. Еще двое впереди. Давайте по одному их попробуем приманить. Да, теперь щит действительно защищает лучше. Конечно, это не 100%. Впереди такой щит найдем. Но пока будем радоваться тому, что есть. В принципе, на боссе может быть немного трудно с таким щитом. Можно у торговца купить другой. Стоит ли тратить деньги на то, что мы можем через 10 минут получить бесплатно? Это тоже уже другой вопрос. Метательный ножик. И давайте здесь пройдем к торговцу. И прикончим этого ублюдка. 2143 души. Мне кажется, хватит на основные предметы. Куплю, наверное, немного стрел. Куплю... Все, посмотрим, что у него просто есть. Так, возьмем оранжевый путевой мелок. Метательный нож. Ключ мне не нужен. Шкатулка тоже. Оружие не вижу смысла покупать, потому что мы сейчас заберем его. Стрелы... Стрелы впереди еще будут продаваться. Броня не так уж важна в этой игре. Давайте попробуем убить его. Он немного более живучий. Когда я убивал его за бандита, то убил его в пару ударов. Так, мы получаем человечность, мы получаем катану. Давайте посмотрим характеристики катаны. 14 силы и 14 ловкости. Вот, даже такие параметры. То есть, мне неплохо еще так прокачать. Нужно левелов 6, чтобы пользоваться катаной. Я попробую сейчас влить все души, которые у меня есть. И... Сделать себе возможность носить катану. Потому что, ну, это... Это действительно то, что нам сейчас нужно. Так, какие у меня еще есть там души? Душа пропавшего мертвеца. По крайней мере, ее сольем. 200 за каждую. Считайте, еще плюс 1000 будет сейчас. Может быть, этого хватит, чтобы хотя бы... Сравнять ловкость и силу, и потом поднять еще пару левелов. Посмотрим, посмотрим. Так, новый уровень. Сила 14. Два левела в ловкость. Давайте сделаем вот так. 13 останется еще по одному. И, в принципе... В принципе... Если мы сейчас здесь... Ох, это фиксация. Ох, это фиксация. Давайте убьем этого парня. В принципе, на первого босса можно сходить и с этим топором. А после этого будет достаточно уже поинтов для того, чтобы... ...быть готовым носить учи-китану. И, кстати, дамаг сейчас стал намного больше. Сравнительно с тем, что был. Хотя я поднял всего, по-моему, на один пункт силу. И ловкость тоже неплохо так повлияла на нашу атаку. Ну вот, как видите, почему-то не получается атака со спины теперь. Я не знаю. Может, я встаю немного не в том миллиметре, где нужно. Все-таки это Dark Souls. И тут все в этом плане четко должно быть. Каждый миллиметр имеет свое значение. Так, давайте убьем этих парней, потому что... ...они дают неплохо так, неплохо так душ, которые нам необходимы для левелапа. Как неудачно у меня сейчас получилось контратаковать. И вот она, атака со спины. Я думаю, даже сейчас хватит на один левел. И нам останется еще один впереди. По-моему... По-моему, там далее... А, там же будет у нас... Мы же откроем короткий путь к этому костру. Так что я думаю, насчет душ сейчас не обязательно париться. Так, давайте попробуем контратаковать этого скелета. И двинемся дальше. Пройдем через этот дом. Тут, по-моему, еще немного бомб будет. К сожалению, у меня опять не получилось контратаковать его. Ничего страшного. Дамага они наносят не критическое количество. И умирают они теперь с двух ударов. Давайте откроем этот сундук. А, здесь будет порошок. Нет, черная бомба. Порошок в следующей комнате. В следующем доме, точнее. Так, давайте пробежимся. Сейчас вот немного неприятное место. Я постараюсь, конечно, зарядить фаерболом. И убить сразу одного. И убить еще этих ребят. Фаербол отличная штука. Я не жалею, что потратил сейчас один. В принципе, такое большое количество на боссе даже не пригодится. Я думаю, у меня не будет возможности 8 штук в него вообще кинуть. Максимум 1-2. Остальные дела я уже буду делать с помощью топора. И убьем вот этого парня. Этого арбалетчика советую убивать каждый раз. Есть возможность с него на халяву получить арбалет. Я получил шлем. Давайте посмотрим. Может, он будет немного лучше моего. Баланс. Ну, нет. У моей шмотки... Ну, он, конечно, повышает физическую защиту. Но у меня больше сопротивляемость к ядам. У моего нынешнего сета. Сопротивляемость к ядам очень актуальна впереди. Потому что там будут ядовитые крысы. С ними я не хочу возиться. И травиться ядом впустую. Так, теперь давайте выманим по одному этому скелету. Пэмс. Отлично. В принципе, я чувствую уже, что... Открыв проход короткий впереди... Мы сможем вернуться и прям сразу же поднять левел. И уже с катаной пойти на босса. Может быть. Может быть. Так, здесь типа ловушка. Кстати, хороший вариант не спрыгивать отсюда, не ворачиваться в сторону, а именно пройти чуть-чуть вниз. И враг тогда сам сгорает на своей же бочке. Вы получаете за это бесплатный опыт. К сожалению, короткий путь открывается после босса. Я немного ошибся. Давайте побьемся с боссом. Что нам еще делать? Для начала убьем скелетов, которые здесь охраняют путь. Так. Отлично. Выносливости как раз хватает, чтобы убить этих скелетов. И... Бей прыжок. Ну да. В принципе, это хорошая подсказка. Такой тактикой я попробую воспользоваться. Кинуть в него фаербол в начале битвы. Может быть два, если повезет. Прибежать сюда, атаковать его с прыжка. А дальше уже смотреть по ситуации. Мне кажется, такая тактика против него неплоха. Не попал. Так, давайте его сагрим, чтобы он захотел меня атаковать. И он, к сожалению, попадает по мне очень сильно. Поэтому я попробую сейчас сразу же подняться. Ударить его. Я попробую сначала вылечиться немного. А теперь ударить его. Теперь попробуем прокатиться у него между ног. Такая возможность у нас тоже есть. И закидаем его фаерболами. Я немного ошибся на тему того, что мне может не хватить возможности закидать его всеми фаерболами. Лучше я его закидаю фаерболами, потому что физическая атака у меня достаточно низкая. И он меня скидывает. Такое случается. Это Dark Souls. Заметьте, он не нанес мне практически никакого дамага этой своей атакой. Но просто скинул, и я умер от этого. Dark Souls, ребята. Тут даже не о чем переживать. Вернемся. Наваляем ему. В этот раз буду использовать не фаерболы, а бомбы. По-моему, бомбы наносит ему немного больше дамага. Чем больше дамага, тем быстрее его смерть. Произойдет. Так, давайте попробуем как-нибудь, может, убить кого-нибудь из них. Что-то меня пугает. Такая огромная братва. Так, еще и все, они все погибают. Вот такая вот ситуация. Ну, ничего. Я, в принципе, предупреждал. Надеюсь, мне хватит нервов. Если я умру на нем еще раз, тогда я могу точно разозлиться на это дерьмо. Так, двух одним фаерболом уже хорошо. И попробуем к этому парню пойти со спины. И убить его так. Считайте второе прохождение через этот участок, как дополнительная попытка набрать еще немного душ для прокачки. Я ищу себе оправдание. Так, убьем этого парня. Игнорируем этого чувака, который кидает бомбы, потому что они не могут нанести нам дамаг, когда мы смотрим вот эту вот кат-сцену с убийством врага со спины или контратакой. Это уже хорошо. Так, давайте, наверное, сначала заберемся наверх, убьем арбалетчика. Возможно, получим арбалет. Если так, то это здорово. Если нет, ну, что поделать, лишние души тоже не лишние. И привлечем одного из скелетов. Давай, друг. Чуть-чуть подальше. И я тебя убиваю со спины. Теперь... Я бы привлек второго сразу. Давайте сначала разберемся с этим копейщиком. Так, он хотел меня контратаковать. У меня опять не вышло его контратаковать. Я не знаю, я не представляю, как это работает. Просто вот иногда получается. Вот, например, сейчас получил. А в прошлый раз не очень. И... Я надеялся, что убью его со спины, но и такой вариант тоже проходит. Справа вы видите... Сейчас не справа. В той стороне вы видите проход. Там стоит огромный рыцарь, смертельный для нас сейчас. Он охраняет предмет. Я честно не помню. Или там какое-то кольцо. Или там какой-то щит. Или... Ну, что-то вот такое он охраняет. И в принципе... Если я не запомнил, что именно. Скорее всего, это какая-то не особо такая прям супер важная вещь. И надо будет не забыть забрать свои души. Если я вдруг планирую умереть еще раз. Там была одна человечность. И... Куча душ. Чтоб я умер уже с этим всем. Ай-яй-яй! Выносливости не хватило на уворот, к сожалению. У меня остается еще две фляги с эстусом. Это в принципе... На данном этапе восстановление полностью хп для нас. Давайте добавим... А, бомбы уже здесь. Сразу возьму огненные бомбы в руки. Да, у меня теперь две человечности. Можно возжечь какой-нибудь огонь даже. Костер точнее. Не прошло. Может бомба? Ну, в принципе. И бомба, и фаербол наносят одинаковое количество дамага. Надо быть осторожнее немного с ним. И... Честно, хотел опять между ног ему проскочить. Не вышло. Кинем еще одну бомбу. Не попадем! Так, попробую пробежать и ударить его сверху. Вылечиться сначала чуть-чуть. Мне кажется... Нет, мне не хватит времени. Он уже смотрит наверх. Так, теперь проскакиваем ему в очко. Он достаточно быстро за мной бегает. И еще один фаербол. И еще один фаербол. И этого достаточно. Мы убиваем второго босса. Получаем за это... Еще одну человечность, мне кажется. Да, еще одна человечность. Фух. Можно выдохнуть. И 3000 душ. Теперь точно хватит прокачаться. И давайте откроем для начала секретный проход. Не секретный, короткий путь к костру. И отдохнем у того костра. Восстановим эстус. Надо вылечиться сначала. И пойдемте поговорим с Саларом. Это, пожалуй, даже... Более важное действие для нас. Привет, Салар. Да. И он... Дает нам мелок для белого знака. И теперь мы можем вместе с другими игроками в ПВЕ ходить вместе на боссов. Так, давайте попробуем просто пробежать этот участок достаточно быстро. В любом случае сейчас появится дракон. И он все равно обжигает мою задницу. Но так принято. Он наносит совершенно минимальное количество дамага. Просто так должно быть. И откроем лестницу вниз. И прокачаем. Прокачаем левел. Так, новый уровень. Ловкость с силой 14. Ученость есть. Теперь остальное можно уже вкачивать спокойно в здоровье и в выносливость. В принципе. Да, мне кажется, остальные пункты уже не настолько важны. Так, давайте возьмем теперь наше замечательное новое оружие. Атакует очень быстро. Атакует очень быстро. При прокачках очень хорошо увеличивается. По-моему, на 10 пунктов за каждую прокачку. В будущем можем превратить ее в электрическое оружие. И это тоже будет здорово. А теперь давайте двинемся дальше. Гаргулии. Теперь гаргулии. А, я думаю, зря я так поторопился. Надо было сначала вернуть человечность. И уже в облике человека пойти на гаргулию. А это можно сделать, в принципе, впереди. Давайте не будем лишний путь делать назад. Тем более... Там же впереди будет костер. Который рядом с кузнецом Андреа. Так что, в принципе, нам не особо нужен этот лишний бэктрекинг. Тем более, нас сейчас ждет битва с сраными мышами. Так. Очень нехорошее место я выбрал, чтобы биться с ней. Да сраная стена, ну твою же мать. Ну вот, серьезно. Все дело в стене. Я понимаю, это логично, что он бьет по ней. Как бы так в реальной жизни и происходило бы. Но мышь-то меня может ударить, а я ее нет. И меня немного огорчает эта ситуация. Что здесь написано? Эйфория впереди. В принципе. В принципе, я согласен с этим возгласом. Сейчас нас еще ожидает битва с кабаном. Я думаю, его можно закидать, в принципе, фаерболами. И этого будет достаточно для его смерти. Видите, насколько лучше стала ситуация с катаной теперь. И 11 дамага, в принципе, и этих ублюдков можно теперь прямо под щитом убивать. Так, надеюсь, он сзади не идет. А, он как раз идет сзади. Хитрый. Хитрый копейщик. Который погибает. Так, осталось теперь верх очистить. Мы попытаемся убить кабана. Попытаемся. Если с него выпадет шлем, это будет дико круто. Отличный все-таки шлем. На начальных этапах игры он прям... Ну, очень хорош будет для нас. Серьезно. Не будем загадывать. Может, я сейчас умру здесь. На этих арбалетчиках. Или этот копейщик меня затыкает до смерти. Такой вариант тоже, в принципе, возможен. Надеюсь, нет. Так, отлично. Мне удается убить его со спины. Остаются только вот эти вот парнишки. Странно, что он не умер. Я думал, лучники немного слабее бронированных скелетов. Доспех полого солдата мне не нужен. И там мимо пробежал вот этот вот еще парень. Которого мы тоже убиваем неплохо так со спины. Теперь давайте кабана убивать. Возьмем сейчас вместо этой бомбы. Оставим одну. Даже одна может пригодиться нам в какой-нибудь ситуации. Кинем для начала для отвлечения эту вот штучку. Очистим здесь путь, чтобы со спины никто не мог напасть. Так, вот он. Отлично. Отлично. Так, и вот этих вот чуваков прикончим. Чтоб они не мешали нам биться с кабаном. С кабанчиком. Давайте его сюда привлечем. Дядя. Так, он в принципе в каком-то здесь месте останавливается. И дальше пробежать не может. И мы просто счетырим этот бой против него. Все, он умирает. Может быть. Может быть уронит шлем. В прошлый раз уронил, но... К сожалению, нет. Теперь больше не будет этой проблемы. Впредь он теперь здесь не появится. Это такой персонаж, который после смерти больше не появляется. Согласитесь, это тоже полезная для нас фишка. Сократить количество врагов на проходимом пути. Так, давайте соберем все возможные бонусы в этой локации. Они нам тоже пригодятся. Я уже даже чувствую себя так, что могу вкачать еще несколько левелов. Хотя, пожалуй, я оставлю эти деньги на то, чтобы купить титанит. И прокачать катану хотя бы до пяти. Этого хватит нам до прохождения почти до самой средней игры. До середины, я имею в виду. Так, давайте заберем вот этот вот бонус. Отлично. Готово. Идем наверх и впереди, не так далеко, не совсем близко, где призрачная стена. О чем речь? Где тут призрачная стена? О чем я не знаю. Здесь где-то есть призрачная стена? Или он пытается меня обмануть? Я не слышал ни о каких призрачных стенах здесь. А, может он имел в виду белый свет, туман. Если так, то тогда это логично. Давайте убьем этого рыцаря, потому что у него впереди находится щит, который намного лучше нашего, который у меня сейчас. Так, и этот парень достаточно крут. Попробую захилиться. Попробуем так и биться с ним. Отбивать его. Не всегда выходит, к сожалению. Я хотел на самом деле на контратаку, но почему-то персонаж не хочет его протыкать. А вот этот чувак хочет меня протыкать. Как же, как бы это по-гомосяцки не звучало, но именно так. А, он тоже лечиться начал. Как-то трудно с ним бой проходит. Ну, просто вот... Ну, как-то вот так вот. Пока что вот так вот. Пока ситуация трудна, приходится биться так, как есть возможность. Всё, он умирает. Может быть, иногда он дропает свой щит, или кусок своих доспехов, или рапиру свою. Вот он, рыцарский щит, который мы сейчас возьмём в руки. Он защищает от огня очень хорошо, а ближайшие враги... Использует против нас огненную атаку, к сожалению. Фух. Ну, пока что. Пока что всё хорошо. Впереди, точнее, ещё один бой с таким же рыцарем. Я не знаю, можно ли его рыцарем называть. Может, на самом деле, это далеко не рыцари. Если у них есть какое-то название, вы напишите в комментариях. Я бы хотел знать об этом. Так, и давайте приманим сюда этого рыцаря. Или не рыцаря, я не знаю. Так, он пробегает. Попробуем вытянуть его на более открытое пространство. И, может быть, если выйдет... На самом деле, вот в этом месте, после его атаки, я могу его неплохо так ударить со спины. Жаль, я не могу его упавшего... А, не, могу. И он умирает. Вот что называется. Повезло. Теперь как-нибудь стоит разделаться с вот этим вот дядей. Который не хочет поддаваться на мои контратаки. К сожалению. Не вышло ударить его. Так, всё, он умирает. Роняет юбку полого солдата. Я не буду менять своё обмундирование на... Обмундирование полых. Оно не такое уж хорошее. Давайте пройдём сюда. Возможно, если я сейчас пройду аккуратно, мне не придётся биться с очередным рыцарём, который стоит там и ожидает меня на проходе. Хотя такая возможность не исключается. Так, вот он ключ от подвала. И откроем короткий путь здесь. Так как кабана теперь не будет, не нужно будет делать проход мимо рыцарей. Я бы подошёл забрать предмет там. По-моему, это какое-то оружие. Честно, не помню. Алибарда. На самом деле, неплохое оружие. Двуручное, конечно. Но с большой силой атаки. После прокачки становится очень-очень крутым даже. Но я пока останусь с катаной. Я уже как-то немного привык к ней. Знаю, на что рассчитывать. И, ребята, никогда не пытайтесь пробежать быстро мимо этих скелетов. Себе дороже. Серьёзно. Лучше просто убить их и потом пройти к костру. Правда. Вот просто не рискуйте. Просто не рискуйте. Вы можете слиться на этой вот мизерной ситуации с полпинка. А вам оно надо. Убили этих троих скелетов и спокойно пробежали вперёд к костру. Давайте поделимся с этим человеком человечности. И пойдём к костру присядем. Восстановим человечность. Призовём каких-нибудь живых игроков, если у нас получится. И призовём Солара. Вместе с ними убьём Гаргулью. Хотя бы, если даже получится вызвать одного Солара, этого будет недостаточно вообще с головой. Для начала давайте прокачаем нашу катану до пяти. Если выйдет. Привет, Андре. Рад тебя видеть. Давайте купим титанит. Сколько я могу купить? Всего четыре, к сожалению. Я возьму три. Чтобы осталось ещё на усиление оружия. В любом случае нужен ещё один титанит. Придётся потратить чуть-чуть душ. Самую малость. Так, этот череп пока не пригодится нам больше. Большую душу одну используем. Я думаю, этого хватит. На ещё один титанит и на ещё одну прокачку. Так, купить титанит. И усилить оружие на плюс три. Я хочу потратить всё на самом деле. Это вот, пожалуй, намного важнее даже левелапа. Ещё одна душа есть. Но, к сожалению, этого не хватит. Поэтому, ну, эту душу можно оставить. Плюс три, тоже неплохая прокачка. Теперь давайте всё-таки отдохнём у костра. Восстановим человечность. Возжём этот костёр. Он всё-таки нам и в будущем ещё пригодится. А когда нам надо будет идти в замок, который сейчас находится перед вами. И попробуем использовать знаки призыва, чтобы пойти в пати, дальше биться с врагами. Как же я надеюсь, что это получилось. Я надеюсь, что кто-нибудь призовётся. Знаете, это как-то... Когда играешь ов-камера, очень-очень часто люди призываются. Очень часто сам он проходит и работает. А когда играешь на запись, не знаю, как-то... Может, скорость интернета немного падает, и поэтому не получается. Я вижу знаки призыва. И это очень хорошо. Давайте разберёмся с этими скелетами, чтобы они не мешали нам. Отлично. Атака сейчас просто... Просто отличная. Попробуем призвать этого парнишку. Может быть, он захочет нам помочь в нашем путешествии. Опять же, есть огромная вероятность того, что... К нам подключится какой-нибудь живой игрок. И захочет меня убить. Такой вариант тоже возможен. Давайте попробуем этого парня. В принципе, мы можем призвать двух человек. Один из них точно будет в Солар. Один вот может сейчас кто-нибудь призовётся. Не знаю, есть вероятность того, что кто-нибудь призовётся. Все знаки исчезли, дымка висит как надо. Нет, мне кажется, не призовётся. Всё-таки обычно это работает либо сразу, либо вообще не работает. Давайте попробуем в одиночку забороть этого огромного парня. В принципе, он не такой уж жёсткий, как можно представить с первого взгляда. Нет, он, конечно, крут. И крайне-крайне силён. Справиться с ним, в принципе, в одиночку можно. Призыв не удался. Жаль, жаль. Так, это был глупый шаг с моей стороны. И мы его убиваем как раз в тот момент, когда он решил вылечиться. И получаем осколок титанита. Не вижу здесь больше знаков призыва пока что. А вот есть один. Давай, давай. Ну, парень, ну... Я вижу... Я вижу добро в твоих глазах. Ты хочешь подключиться и помочь мне убить босса? И убить всех? Женщина, ты тоже очень хочешь её. По глазам вижу, вы все хотите прийти и помочь мне. Давай, пожалуйста. Ну, хотя бы ты. Её знак исчез сразу. Может быть, она призовётся вполне. Ну? Давайте пока посмотрим на роскошный вид. Нет, мне кажется, она не призовётся. Давайте просто пойдём. Далее. Заберём душу отсюда. И, к сожалению, придётся биться вместе с Саларом. На пару. Это, конечно, хорошо. Салар отличный помощник в этом бою. Он может и молнии кидать. И вообще он просто... Просто классный парень, Салар. Что ни говори, Салар... Хороший мужик. К сожалению, его сил может не хватить. И меня просто могут скинуть с крыши, как это было в битве с прошлым боссом. Такая вероятность тоже всегда остаётся. Давайте заборем сейчас этого парня. И попробуем ещё раз призвать кого-нибудь. Так, всё, рыцарь умирает. Может, что-нибудь дропнет? Нет, к сожалению. Последний раз попробуем призвать кого-нибудь. Просто... Просто так будет намного легче. В луковой броне, парень. Выглядит это крайне мило. Может быть... Мне кажется, я не его призывать начал. По ошибке. Ну, пожалуйста. И тебя попробуем. Давайте. Ну, кто-нибудь из вас, ребят, серьёзно. Ну, пожалуйста. Это... Это очень нужно. Одному... Гаргулью тот босс, с которым лучше перестраховаться. Всё, пусть, короче, призывает. Я просто пойду дальше. Если призовётся, меня повестят об этом. Мне кажется, вероятности этого крайне мала. Так, давайте вылечимся. Солар уж точно призовётся. Тут без вариантов. Мобы призываются. Призыв не удался. Так, дед. Дед, не зми меня. Так, давайте выманивать по очереди полых оттуда. Ой-ой-ой. Дед решил пройтись сюда. Надеюсь, он сюда-то не пошёл. Блядство! Не смей! Мать твою! Чувак, блядь, серьёзно! Просто фиксация опять спала с персонажа, я открыл спину и... И всё. Такое часто случается. Хорошо, что я могу просто прийти и забрать... Все свои души и человечность. Кстати, человечность надо восстановить. При поднятии-то ты не становишься человеком. Это делается только у костра. Обратим опустошение. И... В облике человека пойдём... Попробуем забрать обратно все свои штуки. Вся проблема в том, что полы совершенно не сильные враги. Они бы... Скорее всего, не убили меня, если бы не дед-колдун. Он... Что-то типа бафера. Он в два раза усиливает их атаку. В два раза усиливает их защиту. И поэтому они просто в пару ударов смогли меня там прирезать. Ну и, естественно, моя криворукость тоже сыграла на руку. Так, эти скелеты... Какой-то белый круг снова появился. Такое просто иногда происходит. И я, честно, я не знаю, что он означает. Попробуем призвать. И пойдём за своими дужками. Хорошо, что этот здоровый рыцарь не появляется больше здесь. А вот этот появляется. К сожалению. А дед уже начал там свои... Какие-то магические херни мутить. Я бы очень хотел этого рыцаря выманить на открытое пространство. Чтоб без вот этих вот трудностей... порубиться с ним. По-честному. К сожалению, такой вариант тоже невозможен. Выходить за мной он не хочет. Ну, и я его и так могу убить. Теперь давайте заберём обратно свои души и одну человечность. И снова попробуем выманивать полых куда-нибудь, допустим, сюда. Может быть, этот вариант прокатит. Так, минус два. Уже хорошо. Их там, по-моему... Что-то около десяти. Так, ещё минус два. Так, надо восстановить немного выносливость. Так, ещё чуть-чуть осталось. Ещё двое. И теперь, наверное, сам дед один остался. Где он там? Есть ощущение, что он свалился вниз. Если так, то... Он очень часто падает вниз. Я могу попробовать, конечно, заспаунить его фаербалами. Я случайно заюзал... Человечность. Немного печально. Я не хотел тратить в пустую человечность. Так, где одет? У вас ту штуку шуба одет. Так, вот он. Так, на самом деле он не такой уж сильный враг. Ладно, забирай свои слова обратно. Он достаточно силён. В смысле, он... Он не живуч. Совсем. Да, мать твою, стена! Всё, он умирает. Всё, вот теперь всё в порядке. Больше он не появится. Большую проблему доставляет то, что он себя набафал. И с одного удара, как видите, сносит практически всё моё здоровье. Давайте покопаемся здесь. Убьём этого рыцаря, потому что там впереди, по-моему, один из внутриигровых персонажей сидит за решёткой. И нам нужно что-то типа освободить его. Давай, друг. Я буду, опять же, пользоваться своей тактикой против него, которая неплохо так работает. Опять же, желательно не атаковать его, когда он встаёт в свою оборонительную стойку. Иначе это может опять сыграть против нас. Так, вот она, эта дверь. И там впереди этот парень. Вот он. Давайте откроем его. Ла, в мой мир вторгся живой персонаж. Возможно, он меня сейчас прикончит. Я не хочу биться с живым персонажем. Я хочу пойти босса убивать. Я бы, на самом деле, пошёл сейчас Солара вызвал. Так, ох, он ещё и тяжеловес. Так, и он, по-моему, он какой-то крутой. И просто убивает меня одним ударом. Вся проблема Dark Souls в том, что такие вот чуваки-гандоны с очень прокачанным оружием могут вторгнуться в мир персонажей, которые только начинают своё путешествие по миру Dark Souls. И могут прикончить их одним ударом. Бывает такое в жизни. Ну, что поделать. Dark Souls... Dark Souls — трудная игра. Нас сразу предупреждали, что мы будем очень часто умирать. Я, наконец-то, хочу прийти уже к боссу. Ибо я очень долго занимаюсь какой-то хиромантией тут. И не могу просто дойти и убить Гаргулю. Я немного взбешён. Но, в принципе, это нормально. Такое часто здесь происходит. И... Сейчас единственное, что мне нужно успеть сделать, так это пойти и забрать обратно просранные души. Потому что... Там действительно было большое количество, которое может в будущем быть очень важно, как минимум для прокачки оружия. Так, сначала заберём души, потом откроем вот здесь короткую тропу. Так, рыцарь умирает. Что-то роняет даже. Осколок титанита — это хороший дроп. Теперь опять будет орда полых, но теперь они не будут такими сильными, к счастью. Ох, камера, как ты меня порой огорчаешь. Так, ещё пара штук остаётся. Четыре, точнее ещё. Нет, ещё три. И вот ещё один последний, я надеюсь. Так, всё, пойдёмте... Отыщем, где я потерял свою человечность. Вон она. Снова придётся биться с этим рыцарем. Я надеялся, что больше это не произойдёт. Я выбираю очень неудачный момент для контратаки. Всё, отлично. Так, мне показалось, он что-то дропнул. Давайте... Давайте, что ли, это... Откроем короткую тропу, чтобы я не забыл о ней после. Хотя, нет, лучше сначала сделать это дело. Сделаем. И всё. Так, поехали вниз. И готово. Мы активировали короткий путь. Короткий путь, не забывайте. Короткие пути очень... Очень полезный в Dark Souls. Если вы не хотите вновь и вновь и вновь и вновь и вновь проходить через одни и те же локации. Так, всё, давайте вернёмся обратно. Поехали. Извозчик. Готово. Пойдёмте убивать Гаргулю. Что делать? Что делать? Это, в принципе... Вызвать Солара, единственная хорошая вещь, которую мы можем провернуть здесь. Чтобы не биться хотя бы в одиночестве. В принципе, Гаргулю можно убить одному. И... Можно было бы убить её и с тем начальным топором, который у меня был. Но просто... Фишка не в сложности. Фишка в... В протяжённости этой битвы, что ли. Если можно так сказать. Чем хуже у тебя оружие, тем дольше тебе приходится биться с боссом. А там в какой-то момент появляется вторая Гаргулия. И битва с двумя Гаргулиями. Вот это уже серьёзный челлендж. И там просто может не повезти в какой-то момент. Одна из Гаргулий пустит пламя, а другая ударит. И... Твой щит спадёт, и ты просто вылетишь за край крыши этого здания. И всё. Так, сначала вызовем Солара. Здесь был ещё какой-то фантом. Какого-то крутого парня в красном. К сожалению, к сожалению, он исчез. Хотя бы Солар. Солер. Не знаю, мне нравится называть его Солар. Хотя бы он поможет нам в этой битве. Постараемся, ребят. Так, я скипаю кат-сцену. И... Наша битва начинается. Так, хорошо. Солар взял на себя Агру. Я попробую спамить фаерболами, насколько это возможно. И, может быть, одна из Гаргулий сейчас уже погибнет. Хочу отрезать ей хвост. Но не буду... Не буду загоняться. Давайте сначала просто попытаемся убить одну Гаргулию. Так, у меня закончились фаерболы, к сожалению. Так, очень-очень сильно одна из Гаргулий атакует пламенем. Действительно сильно. Я попробую... Так, у меня получается захилиться. А теперь можно убить уже и... Солар, кстати, умирает. Битва станет, может быть, немного сложнее без Солара для нас. У этой Гаргулии, кстати, нет хвоста. Черт. И еще один удар. И Гаргулия умирает. Солар, спасибо тебе, мой падший друг. Ты отлично сделал свое дело. Благодаря тебе. Эта миссия была выполнена. Спасибо тебе большое. Десять тысяч душ в нашем кармане. Теперь мы точно можем прокачать наше оружие до плюс пяти. Можем прокачать даже пару наших оружий до плюс пяти. Но пока у меня только есть одно хорошее. Боже мой, какое облегчение на самом деле. Немного печально, что пришлось пожертвовать Соларом. Но он бился отлично. В принципе, он очень-очень хорошо. Убил одного из боссов. Давайте позвеним в колокол. И с чистой совести сможем возвращаться обратно в Храм Огня. Так, скипанем заставку. По-моему, мы не вернемся в Храм Огня, если используем косточку. Но вернемся в другое место, как раз к Андре. Что тоже для нас неплохо. В принципе, по-моему, я в этой локации уже сделал все, что возможно. Давайте вернемся с помощью косточки к последнему нашему костру. Так, и вот он, последний наш костер. Сделаем плюс пять нашу катану. Так, сколько... Нет, не сюда. Сколько нам нужно? Еще три. Купим. Нет, я думаю, лишние не нужны, потому что впереди прокачка уже будет идти за другие осколки титанита. Так что плюс пять. Все. Катану больше прокачивать нельзя. Теперь остальное мы можем с полной, с чистой, с доброй, душевной душой и совестью вкачивать в левел. Это хватит на два, может, три левелапа. Здоровье, выносливость, здоровье, выносливость. Даже на пять левелов и чуть-чуть не хватает, на самом деле, на еще один. В принципе, можно сделать еще один левелап, если у меня есть... Так, большая душа. А маленьких душ сколько у меня? Одна. И больше нет никаких. Ну, давайте потратим для этого большую душу, потому что двадцатый уровень это, в принципе, тот уровень, на котором я уверен в битве с капродемоном. Целая тысяча даже прибавляется. Давайте, новый уровень. Вкачаем в выносливость. И теперь можем, в принципе, спокойно идти на капродемона. Единственное, я очень хочу, чтобы там получилось призвать кого-нибудь. Ибо вдвоем с капродемоном биться будет намного проще. Так, я немного затупил. Нет, все правильно. Через короткий путь спустимся в храм огня. И оттуда пройдем к капродемону. По-моему, я пытаюсь вспомнить, где проход к нему. По-моему, через лестницу... Так, атака стала хороша. Я не скажу, что она супер крутая, что все, мы выиграли игру с помощью этой катаны. Нет совершенно, она могла бы даже лучше быть сейчас для нас. Намного, если бы мы вкачали ее какой-нибудь супер силой, чем-нибудь крутым, типа электричества или огня. Это тоже могло бы нам помочь. К сожалению, такой возможности у нас нет. Я просто думаю, пытаюсь вспомнить до капры. Проход был вот где мост к дракону, где салар. По-моему, проход был там. Боюсь ошибиться и сделать какие-то лишние телодвижения не в ту сторону. Ведь видео и так достаточно длинное и будет еще длиннее, если мы будем дико тупить. Вот. Так, пока здесь... А единственное, что мы можем, мы можем апнуть нашу флягу с эстусом. Это мы можем сделать. Вот пришел парень, который дал нам медаль света за то, что мы спасли его из тюрьмы. А вот женщина, которая может усилить нашу флягу, плюс один. Фух, теперь я чувствую себя немного более в безопасности, хотя в Dark Souls вообще глупо говорить о безопасности, ты постоянно умираешь. Это нормально. Это нормально. И пойдем теперь к Аппро-демону. В принципе... Ну, вся фишка в том, что Аппро-демон вообще один из самых неприятных боссов в начальной игре. Если сравнивать с кем угодно, ну вот действительно для меня Аппро, пожалуй, самый... самый-самый трудный босс из всех, кого можно представить в начальной игре. Потом, естественно, появляются какие-то другие более отвратительные боссы, но... Ну вот Аппро нет. Он мне прям запомнился настолько, что... Что... По ночам мне снится он. И я плачу, и просыпаюсь в слезах. От того, что я не могу убить его, а он убивает меня своими двумя мечами. Так, давайте уже доберемся, потом... Мне кажется, где-то был короткий путь к этому месту, но уже... Уже как-то поздно рыпаться, уже почти дошли. Так, эти враги уже не представляют опасности совершенно. Не особо я люблю, когда мне звонят во время записи видео. Ну а что поделать? Давайте двинемся дальше. Мы уже почти дошли до лестницы, которая откроет нам путь к Аппро-демону. Давайте убьем местных скелетов. Это все-таки, по-моему, лишних 500 душ, если я не ошибаюсь. А 500 душ, неплохой, на самом деле, показатель для начальной игры. Я думаю, нам пригодятся лишние 500 душ все-таки, как ни крути. Убьем этого лучника. Один удар. Вот то положение, в котором я уверен в начальной... Даже, в принципе, в средней игре. Ваншот для начальных врагов действительно, правда-правда, честно, хороший показатель, на который стоит ориентироваться. Если вы можете себе позволить убивать этих даже копейщиков с первого удара, то все дальнейшее зависит уже от ваших навыков, хитрости, уворотливости и прочего, и прочего. Давайте воспользуемся лестницей. Вот, на самом деле, я в диком-диком ужасе. В диком-диком ужасе от дальнейшего нашего путешествия. Теперь нам нужно... пробежать... Ой, в принципе, огонь не достает до меня. И сейчас достает, но... По крайней мере, я не умер. И мы можем пройти сюда, в подвал. Давайте сделаем это и откроем короткий путь. Все короткие пути, которые для нас пока возможны. Короткий путь в храм огня, где торговец. Короткий путь до этого костра тоже откроем. Может пригодиться нам. И, пожалуй, как-то так. Отлично, этот короткий путь открыт. И теперь будут собачки... Да, прошу прощения, я ошибся. Собаки вызывают не яд, собаки вызывают кровотечение. Но как-то в моем положении пока это одинаково отвратительно. Да, это кровотечение. Значок действительно показывает, что это кровотечение. Прошу прощения. Надеюсь, я никого не задел морально. Не видел ничьих чувств. Так, давайте выпустим этого парня сразу. Он может научить нас колдовству. Кастовать, по-моему, выстрелы различные, магические стрелы. Те же самые фишки, которыми пользовался... Вот этот колдун-бафер, с которым мы бились совсем недавно. Это хорошо. Но кому-то нравится такая магия. Я, например, постараюсь с пиромантией остаться до конца. Мне она нравится немного-немного больше. Ну и как-то просто в ее силе я уверен и убежден. А колдовством я никогда не пользовался. И просто не знаю, чего от него ожидать. Я знаю, что стрелы колдовские наносят много дамага бронированным врагам. Наносят много урона сквозь щит. Знак призыва. Может быть, получится призвать даже боевого товарища. Если удастся вдвоем, бой с Капрой будет немного-немного легче. Хотя все равно в любой момент можно облажаться и ваншотом умереть. Это же Капра. Так, давайте... Давайте вызовем здесь... Активируем, точнее, засаду против нас. Так, вот она. Засада в действии. Так, эти враги пока не особо сильны. Хотя они тоже могут вызывать кровотечение. И очень неплохо могут атаковать со спины. Но пока я неплохо с ними справляюсь. Так что первая наша засада позади. Кожаный доспех полного вора. Это не то, что нам нужно. Здесь, кстати, находится небольшой секрет. Кортик. Я не знаю, хорошее оружие или плохое. Никогда им не пользовался. Честно. Просто не приходилось. Может быть, оно здоровское. И после прокачки превращается во что-нибудь вообще дико крутое. Берегись парирования. Ладно, хорошая подсказка. Давайте как-нибудь... Вот. Убьем эту собаку. Попытаемся, во всяком случае. Так, собака мертва. Там впереди еще одна собака. Так, пока активируем этих ублюдков. Как сказать, активируем-то? Я не знаю, как-нибудь... Костноязычно звучит. Активируем врагов. Попадемся в засаду. Ох, я чуть не ударил этого парня. Хотя он был вполне себе готов броситься мне на лицо. Так, и он тоже умирает. Впереди еще одна собака. И бой с капродемоном. А здесь у нас где-то лежит сет воровской брони. Он вроде как очень даже неплохой. И увеличивает наше окно парирования, контратаки. Но... Но моя начальная броня, ну, немного лучше. Давайте посмотрим. Единственное, может, щит-мишень лучше нашего. От огня и от молнии увеличивает защиту. Но физический дамаг всего 73%. Это немного плохо, конечно. Не то, что нам необходимо. Так. Пока не пойдем к капре, откроем здесь короткий путь. На всякий случай. Я просто знаю, что... Я могу погибнуть. Такое, в принципе, возможно. Поэтому... Че нам рисковать? Фух, я чуть не попался на его контратаку. Че нам рисковать? Сначала сходим, откроем короткий путь. Если я вдруг умру, то от храма огня, допустим, смогу добраться без особых сложностей. Большая душа. Тоже не лишняя. И заодно... Поговорим... С торговцем. Ой, он... Он сам упал. За ним я точно прыгать не буду. Так, и вот он проход. Вот он, торговец. Что-нибудь из этого купить? Да, в принципе. Нет, в принципе, ничего из этого. Всякие мхи и прочая лабуда будет впереди падать с огромным количеством. Их можно будет наспаунить просто-просто очень много. И зачем тратить реально огромные деньги на это дело? Я не вижу смысла. Все, мы открыли обходной путь. Мы можем идти на капра демона. На самом деле... Он... Он такой трудный для меня. Но не знаю, иногда мне просто везет. Если сразу же очень быстро увернуться от первой его атаки с двух мечей, а потом быстро убить собак, то, в принципе, с капрой можно справиться. Если приложить немного хитрости, ловкости, то да. Но как-то у меня не всегда получается. Во всяком случае, попытаемся. С нескольких раз точно убьем. И так как у меня сейчас есть человечность, может, я смогу призвать какого-нибудь фантома на свою помощь, на свою сторону. Если здесь есть знаки, то... Ну, я не вижу, к сожалению, знаков. Нет знаков призыва, поэтому пойдем... Сами лично с ним биться. Так, где у меня золотая смола? И пойдемте. Вот я вот это вот больше всего не люблю. Когда его собаки атакуют меня со спины. А он атакует меня. Так, еще одна собака его мертва. И я, блядь, вот... Я ненавижу эту фиксацию в игре. Просто после того, как я убил собаку, фиксация не перепала на капра демона, хотя я его ударил и нажал кнопку фиксации. Просто это не сработало. И... И все. И он одним ударом убил меня. На самом деле, если бы я был на него прицелен, я бы просто задержал щит и, по крайней мере, защитился бы от его атаки. И не умер бы сразу. Печально, потому что я даже убил собак. Ситуация стала совсем простой там. Ну, не про канала. Попробуем еще раз. Сейчас вернемся в Храм Огня с помощью лифтов. Лифтов. Лифтов или лифтов. И пойдем. Опять биться с капрой во второй раз. Потому что в любом случае надо забирать все ништяки. Ох, я надеюсь, я успею забрать души. Я успею забрать человечность, потому что там целых две человечности было. Этого хватит, чтобы апгрейднуть костер целый. И это, на самом деле, большое число для меня. Так, и мы доехали. Сейчас с помощью короткого пути пройдем. Надеюсь, потратим мало фляг с Эстусом. По минимуму, по крайней мере. И... Так, у нас появился здесь этот волшебник. Это уже хорошо. Теперь осталось пройти только лишь мимо этих парней. Так, того скелета можно даже не трогать. Он точно так же не хочет со мной драться, как и я с ним. Защита от огня, конечно, оставляет желать лучшего у моего персонажа. Но пока я ничего не могу с этим поделать. Так, все, этот участок мы прошли. Давайте убьем крысу в надежде, что из нее выпадет человечность. К сожалению, не сейчас. И пробежимся вперед. Через короткий путь мы можем сразу подойти к воротам капра демона. И прям сразу же туда рыпнемся. По крайней мере, потому что нужно забрать все души. Так, не забываем про скелета. Ой, не скелета, полого, полого. Он же не скелет, он просто полый в нем. Нет человечности. Так, нет, давайте по одному. Отлично, один мертв. И второй тоже. Капра. Я иду за твоей задницей. Только сначала надо бы разобраться с этими собаками. И у меня это тоже выходит. Мне показалось или... Показалось, с одной из собак что-то дропнулось. По-моему, с ними... С них нет дропа какого-то определенного. По крайней мере, мне ничего с собак не падало. Так, пробегаем наверх. Забираем свою человечность обратно. Так. Вот. Теперь все пошло немного получше. Единственное, нужно уворачиваться от его атаки с двух рук, потому что щит ее не блокирует. А, одиночные атаки вполне. У меня даже остается еще маневр для атаки. Еще пара ударов. Ох, я... Так, вот это был тот самый удар с двух рук. Это снова был тот самый удар с двух рук. Так, выносливость вроде восстанавливается нормально. И капра демон погибает. Хотя бы со второго раза уже неплохо. Ключ от глубин. Я думаю, можно заглянуть в глубины, по крайней мере, для того, чтобы взять этот вот кусочек угля для Андрея, чтобы он мог прокачивать наше оружие уже до плюс десяти. И это нам действительно может пригодиться в будущем. Отличный бой. Лишние души и еще лишние пара прокачек. Может быть, можно до 25-го левела подняться. Я надеюсь, этого будет достаточно. Вот он, вход в глубины. Единственное страшное, что может ждать нас в глубинах, это огромное количество полых и толстый мясник. Но, думаю, с ними можно справиться. Давайте по одному их выманивать, чтобы лишний раз не рисковать все-таки. Хорошо, что в это место я пошел в обличье полого и не вернул человечность, потому что... Вроде как, тут очень часто подключаются точно такие же ублюдки, как... В прошлый раз ко мне подключился живой персонаж и ваншотом убил меня. Очень часто такое происходит и здесь. Пожалуй, стоит этого немного избежать. Все-таки мы пришли сюда за одним предметом. Я не собираюсь идти убивать босса этой локации. Потому что... Я даже не знаю, кто здесь босс. Он необязательный. Стоит ли тратить на него время? Я думаю, пока не стоит. Во всяком случае, не хочется рисковать тем, что у нас сейчас заработанное есть. Вроде как все полые погибли теперь. Кроме вот этого вот одного. Я бы убью бэкстебом. И теперь мы можем пройти... А вон он ожидает нас. Дядька мясник. Я бы призвал его собак. Призвал? Что за дебильное слово? Приманил, что ли, его собак? К чему я это дебильное слово-то говорю постоянно? Что-то как-то... Что-то как-то прицепилось. Так, еще осталась одна собака. В принципе, если сейчас заманить их... Так, вот, собака привлеклась. Нет. Я могу убить ее фаерболом. Так, и теперь попробуем справиться с этим мужичком. Он, в принципе, не должен быть сильно трудным для нас. Потому что... Ну, у нас не супер хороший дамаг, конечно, но хороший. С которым можно выживать, в принципе. Попробуем бэкстебами. Еще один. Возможно, еще один, и он погибнет. Вот он, еще один. И он погибает. Нет, к сожалению, нет. Ну, почему бы не убить его еще одним бэкстебом? С этого он точно должен умереть. Он ничего не дропает. А вот... Большой уголь, за которым мы сюда и пришли как раз. Нет, сюда я не пойду. Единственное, можем еще перейти и освободить. Мне кажется, пиромант. Мне кажется, здесь обитает пиромант. Так, собака умирает. Еще один полый здесь. Убьем его. И... Так, отлично. Какая-то палка помешала и чуть не прикончила меня. Еще один будет мужичок. Вон он стоит, прям поджидает, поджидает. Сейчас он должен спрыгнуть. Фаерболы неплохо так снимают ему. Ну, бэкстебы снимают, конечно, в два раза больше. Впереди откроются новые фаерболы. Не прям впереди. Трудно оценивать это прям вот буквально сразу. Нет, до этого нам еще нужно топать и топать. По крайней мере, мне кажется, еще пара боссов впереди. До крутых фаерболов. Так, давайте прикончим уже этого парня. Он мне немного надоел. Все, он умирает. И роняет мешок. Ну, вот один из двух обычно роняет этот самый мешок. Который мы можем использовать как шмотку. Так, нет, это совершенно не то место, куда я хотел дойти. Там будет спуск в глубины, в которых я тусил в одном из предыдущих видео. Туда мне абсолютно не нужно. Раз это не обязательно локация, то можно не тратить на нее время. А это, по-моему, как раз пироманта. Он даже одет точно так же, как и мой персонаж. Теперь он появится в городе. И мы сможем пользоваться его услугами. Можем покупать у него новые заклинания. По-моему, можем прокачивать магию нашу. Нет, не знаю. Я как-то не вникал, но знаю, что мы можем купить у него всякие разные закляшки именно для нашего класса. Так, вот она, лестница наверх. Можем отсюда сваливать и идти в новое место. Я вот, честно, я пытаюсь вспомнить, куда нам стоит пойти далее. И... Не особо помню. Не иначе как вернемся сначала в Храм Огня. Так, давайте убьем этого полого. Вернемся в Храм Огня. И оттуда подумаем. Мне кажется... О, нет, нет, не хочу с ним торговать. Нет, ничего от него не нужно пока. Вернемся в Храм Огня. Оттуда придем к Андре. И напротив Андре убьем этого... Я не знаю, кто он там. Горгулия, не Горгулия. Возможно, Горгулия. По крайней мере, он похож на Горгулию, только лишь без крыльев. Того, в общем, электрического чувака. И пройдем мимо него в другую локацию. Возможно, нам туда. Честно, не помню. Я вот готовился к такому длинному видео. Я проходил эти участки. По крайней мере, до Анна Орландо доходил. Но не помню, как делал этот путь. В какой последовательности, точнее. Но мне кажется, сначала пойдем туда. Треснувший щит у меня такой уже есть. Треснувший щит. Так, давайте убьем еще этого скелета. Да-да-да. Сейчас вернемся к Андре. У нас же есть теперь уголь. И мы можем... Ну, прокачать оружие мы не можем. У нас нету титанита специального для этого. Но, по крайней мере, мы можем рыпнуться в другую локацию. Так, нет. Не к нему. Я хочу поговорить с пиромантом. Возможно, он нам даст что-то полезное. Так, изменить снаряжение. А, да. Мы можем прокачать наше пламя пиромантией. И, пожалуй, я это сделаю. Все-таки я достаточно часто пользуюсь пиромантией. И, в принципе, теперь она должна стать у меня прям неибически крутой. Единственное, давайте еще воспользуемся костром, чтобы восстановить все фляги. И, может быть, повысим левел ап. Здоровье на один пункт. И вернемся к Андре. Впереди нас ждет, на самом деле, одна очень трудная локация. Одна очень трудная локация. Ну, думаю... Думаю, справимся. Да куда мы денемся? Мы только что Капра Демона убили. Это было реально трудно. О, на самом деле, я еще до сих пор немного в ужасе. От того, как все серьезно. Но, ребят, мы неплохо справляемся. Я надеюсь, вам видео очень полезно. Единственное, вы можете сами ходить по большинству локаций, типа глубин. По крайней мере, там вы можете сами лично все разведать и походить. Но в прошлый раз, вроде как... Ну, я же на видео там ходил. И ничего особо такого прям дико полезного, Кроме огромной прикольной крысы, не нашел. Так что, может быть, оно и не особо нужно. Лишний... Лишний только путь, лишняя трата времени. Смотрите сами, тут уже выбор за вами. Давайте вернемся к Андре, отдадим ему этот кусок угля. И попробуем убить того голема, не голема, летающего горгулю, не горгулю. Хрен знает, серьезно. Попытаемся, во всяком случае, если мы ее прикончим, То мы можем идти в следующую локацию очень-очень спокойно. И там будет даже очень весело для нас. По крайней мере, она очень красивая. Это точно. Так, давайте, да, отдадим ему большой уголь. У меня уже голос пропадать начал, на самом деле, немного. Так, изменить оружие. Да, если бы у нас был большой осколок титанита, Мы бы могли нашу катану сделать грубой, Либо просто прокачать ее на плюс 6 и до плюс 10. Но пока нету, пока нету у нас этого торговца. Давайте попробуем убить этого парня. В принципе, он не особо силен. Но может доставить немного неприятностей, это уж точно. Я ему крайне мало сношу, но это вот вся проблема в том, Что начальное оружие акцентировано на силу, Не на силу, точнее, А на ловкость, на атаки, на парирование. С Секирой бы этот бой прошел немного быстрее. Ну, что поделать? Будем, опять же говорю, будем играть от того, что есть. Отказываться нам нельзя никак от этого. Так, я удачно встал у него под мышкой, А он ударил меня хвостом все-таки. Единственное, можно... Я не знаю, фаерболы будут ли они действенными против него. Ну, на самом деле они крайне... И он меня убивает ваншотом. Потому что я был открыт в этот момент, но... Вернемся. Нет, фаерболы... Фаерболы действуют на него. Теперь я это знаю. Просто раньше я думал, что у него какая-то, типа, там... Слабость к магии именно. Ну, то есть к магическим стрелам и прочему дерьму. Вот... Именно насчет фаерболов я не знал. Теперь буду знать. Буду знать. По-моему, этот я не докинул. Он очень здорово сбивает у меня щит в два удара. И практически все хп. Так, где-где-где надо забрать? Мало ли я погибну. Мало ли. Всякое может случиться, но главное не терять человечность, потому что она не резиновая. Так, а вроде... Вроде и неплохо как-то. Ох... Не знаю, я пытаюсь к нему как-нибудь подобраться. Но в любой момент, когда я к нему подбираюсь, он... Какую-то дерзкую херню выделывает. Так, давайте спаунить его фаерболами, пока мы рядом. Так, сейчас он может прыгнуть. Еще чуть-чуть осталось. Так, у меня закончились фаерболы. Теперь мы можем, в принципе, продолжить наше избиение его с помощью меча. С помощью катаны, прошу прощения. Это, в принципе, может сработать. Если бы я не промахнулся, на самом деле, парой фаерболов, может быть, все стало бы еще немного легче. Или если бы у меня были крутые фаерболы... Так, и он должен погибнуть сейчас. И уронить демонический титанит, с помощью которого мы можем, по-моему, нашу катану превратить в демоническое оружие. Но не сейчас. Получилось? Да? Молодец, друг. Давайте пойдем в следующую локацию. Вот здесь как раз мы можем... А, да, вот у этих врагов слабость к огню. Но я потратил все фаерболы, возвращаться к костру мне неохота. Ну, реально, посмотрите на то, как здесь красиво. Серьезно. Вот здесь вот... Ну, вот эта локация мне нравится, пожалуй, немного больше, чем остальные. Хотя игра в целом клевая и классная. Ну, блин, здесь все такое... Типа, живое какое-то. И я неплохо справляюсь с этими врагами. И, кстати, вот об этом месте я говорил. Здесь можно неплохо так нафармить вот эти вот водоросли, которые лечат от разных... От кровотечений... И прочего, и прочего. Так, давайте по одному эти цветы убивать. Просто там еще один, и я не уверен, что с двумя мне будет биться комфортно. Так, вот он второй. И он умирает намного легче первого. Вот заросли красного мха против кровотечений. Не в принципе. В принципе, здесь еще душа есть. Что тут? Тайная тропа впереди. Еще один, по-моему, цветок должен быть здесь. Мне кажется, я вот точно не помню. Но почему здесь никто не оставляет подсказку? Меня вот это вот интересует. Так, давайте зарядим сюда наш оранжевый мелок путевой. И оставим записку Объекты Так, где же Светлое укрытие Падение Человечность Свиток Не помню, где тут должна быть надпись. Вот, тайная тропа. Почему никто не оставляет такую подсказку? Если ударить по этой стене Наверное, таинственная дверь надо было Или что-то такое Или там иллюзорная стена Что-нибудь такое Это было бы больше Немного ближе к правде И впереди нас ожидает Бой с боссом С крутым боссом Который атакует Магией И, к сожалению, у нас защита от магии Очень-очень маленькая Но у нас есть возможность Вызвать на помощь Колдунью Которая, может быть, Очень даже поможет нам Для начала давайте Нет, не хочу связываться с этими кренделями Для начала нам нужно пройти через белый свет И вот здесь я бы посоветовал вам держаться левой стороны Видите, там вот Трупы солдат лежат Как только вы подходите Они поднимаются из своих могил И рвут вам жопу Как вы относитесь К рваной жопе? И Здесь оружие Которым я, скорее всего, не буду пользоваться Ну, иметь его тоже Как бы Не очень отягощает наше путешествие Осторожнее с деревьями С них могут спрыгивать Вот эти вот двухголовые ящерицы Которые очень неприятные враги, если честно С одним из этих рыцарей Нам все-таки придется подраться Прямо за развалинами здесь Потому что Путь мы держим именно туда Битва с боссом там будет На верхнем этаже Рыцари на самом деле Эти не сильная Помеха нашему путешествию Просто они умеют Замедлять время Они замедляют время И пользуются этим Точнее, они замедляют Время для тебя Ты медленнее там Реагируешь Не можешь уворачиваться И в итоге Это может обернуться смертью Я потратил все фаерболы Лишь бы его убить Смысла возвращаться к костру нет Потому что этот рыцарь Снова здесь появится Давайте призовем колдунью Раскрою секрет Ведьма Беатрис Прячется вот здесь И очень прикольно Лак такой У нее волосы Сквозь шляпу проваливаются Знак специально запрятан Потому что она очень Очень действенный соратник В бою с этим боссом Давайте посмотрим Какое оружие Лучшую защиту от магии Обеспечивает Треснувший щит Давайте возьмем Треснувший щит Все-таки Нам действительно Именно магическая защита Нужна Потому что физически Этот босс Нас атаковать не будет Будем держаться вдалеке Будем защищаться И надеяться Что Ведьма Беатрис Нас спасет Потому что Вся надежда сейчас Только на нее Вы слышите приятное пение Это поет Босс Вот он кстати босс Попробуем Спаунить фаерболами Нет К сожалению Они Не наносят Никакого дамага Будем Будем жить На уворотах Я попробую Конечно Двинуть еще один А нет Это немного наносит ей И Будем ждать Когда она присядет Это работает так И будем надеяться Что Беатрис Нанесет Много дамага В принципе Она Она реально Сносит ей Очень Очень Много дамага Она почти Почти умерла Чуть-чуть осталось Чуть-чуть Здорово И Все Если бы не Беатрис Этот бой Был дико трудным Давайте Махнем ей И все Мы получаем душу Этого босса И можем идти далее На самом деле Вот такой вот бой На самом деле Он выглядит нетрудным Но если не знать Что там Есть знак призыва Беатрис То Может быть Крайне сложно Давайте Пойдем наверх Глянем Что у нас тут По-моему Тут какой-то клад Точнее Какое-то кольцо По-моему Тут везде кольца В важных местах Находятся Может быть Я ошибаюсь Давайте глянем А Здесь Очередной камень Который мы можем Отдать Андре Ключ от подвала И небесный уголь С помощью которого Мы можем делать Теперь небесное оружие И если я не ошибаюсь Оно Мешает Оживать врагам Трудно сказать Но здесь есть Такие персонажи Типа Скелетов Которых ты ударяешь И после смерти Они снова собираются И снова Атакуют тебя Вроде как Очень полезно Именно против них Такое оружие Опять же Против всяких Темных сил Ну Ну нет Пожалуй Такое оружие Я себе не хочу делать Я уже Наметил себе Цель сделать Электрическую Китану 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 Почему Китана Что за отсылки К Мортал Комбату В общем пока Попробуем сделать Наш путь Обратно К Костру Аккуратно Здесь проберемся Постараемся Не агрить Лишних этих Рыцарей Потому что Это может Сказаться Нам погибелью И почти Сделали наш Путь Обратно Так это Секреткой Где лежал Протазан Так и вот он Путь обратно Я надеюсь Мне кажется Мы отсюда шли Да 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 Вот он Костер К этому Знаку Я не знаю Можно открыть Но по моему Это Создает Какую то Битву с боссом Не уверен Если честно Но Не советую Пробовать Если не знаете Я вот Не знаю И пока не буду Вкачай Один пункт В ловкость И остальное По максимуму В здоровье И выносливость Даже больше В выносливости И все С этой локацией Мы закончили Мы убили босса Этого места Поздравляю Ребята Еще один босс Позади И думаю Сейчас мы можем Наметить наш Путь Далее А именно Далее К следующему Колоколу Думаю Мы сделаем Это сейчас Попробуем Убить Следующего Босса Активировать Колокол Ну как же Я же стоял Под щитом До того момента Пока ты не убрал Свои лапки Пока все идет Очень Очень хорошо Единственное Я теряю голос От того Что видео Реально Длится долго И мне приходится Приходится Трещать Очень Очень Много Если пойти Здесь вниз Можно попасть В другую Тоже интересную Локацию Но пока Я не уверен Что смогу Ее потянуть Она достаточно Трудная Там тоже Будут растения Тоже рыцари Кто играл Тут может Знают Может быть Потом мы Туда снова Пойдем Для сегодняшнего Видео Я все таки Наметил цель Чтобы Хотя бы Дойти до Анарландо Хотя бы Дойти до Костра Там И Стать Самым Счастливым Человеком На свете Вот что Давайте Отдадим Этот уголь Андре Он будет Этому Очень рад Да Пожалуйста Забирай Небесный Уголь Теперь Мы можем Изменять Наше оружие И делать Из него Пути Гитана Небес Но К сожалению Для этого Нужны Осколки Зеленого Титанита Которого У меня Нету Впереди Все появится Будет торговец Продает И зеленые Куски Титанита И большие Осколки Титанита Все это будет Теперь давайте Восстановимся Здесь И Пойдем К следующему Колоколу Ох Это Ну на самом деле По моему Вот Как раз Босс Который Храняет Следующий Колокол Не такой уж Сильный Посмотрим Я пытаюсь Вспомнить Кто там Босс Дан Орландо Это Огромный Металлический Голем Но Пока что Путь туда Закрыт К тому Боссу Мы еще Дойти Не можем Сейчас Увидим Сейчас Увидим Надеюсь Там будут Знаки Призыва Все Я вспомнил Я вспомнил Куда нам Ити Я вспомнил Кто будет Босс Я вспомнил Кто нам Будет Помогать Против Против Этого Босса И я Немного В ужасе Потому что Битва Может быть Крайне Трудной Мы постараемся Что я Еще могу Пообещать Только то Что я Буду Стараться Изо Всех Сил И Путь Туда Будет Очень Длинным Страшным И Мрачным Но Сделать Это Нужно В любом Случае И Лучше Сделаем Это Рано То есть Сейчас И Оставим Самое Трудное Приключение На Потом То есть На Завтра Так У Костра Давайте Посидим У этого Костра Чтобы Если Вдруг Что При Смерти А Такой Вариант Очень Даже Возможен Вернуться Сюда Отсюда Путь Нам Будет Немного Ближе Я думаю Ну Заклинание Изменить Не могу Апнуться Тоже Поэтому С этим Количеством Пойдем Пойдем Дальше Так И здесь По-моему Осторожнее Старайтесь Не бежать Прошу прощения Не бежать На таких Уступах Иначе Вас Сразу же Ждет Погибель Стопроцентная Скорее всего Вы свалитесь И умрете В этом месте А вот он Проход Далее Давайте Спустимся На самом деле Я могу Про многие Локации Говорить Что они Мои Нелюбимые Это Это в принципе Нормально Тут Очень много Таких Достаточно Сложных Локаций Даже Даже Немного Страшных Но что Поделать Через них Все равно Нужно Проходить Потому что Они Вроде Как Обязательные Так По моему Нам В эту Сторону И Сюда Наверх Открываем С помощью Отмычки Этот проход А если У вас Нет Отмычки То тут Наши Пути Расходятся Вам Нужно Будет Искать Ключ От Этой Двери А возможно Кстати Ключ Который Выпал До Этого С Бабочки Может Может Быть Он Отсюда Но Персонаж Использует Отмычку Потому что У меня Она Есть И Сейчас Будут Новые Прикольные Враги Которые Что-то Типа Мясников Только При этом Еще Наносят Отравляющий Урон Мои Фаерболы Стали Практически В два Раза Сильнее И Катана Наносит Им Большое Количество Дамага Если Честно Единственное Я забыл У кузнеца Починить Своё Оружие Это Может Быть Крайне Полезно Для Нас Если Сломается Катана То Путешествие Может Очень Быстро Закончиться Для Нас Придется Сделать Бэктрекинг Я Не Люблю Бэктрекинг Очень Сильное Кстати Наносит Очень Сильный Яд Точнее Вешает Этот Враг Вообще Враги В этой Локации Очень Сильный Яд Вешают И Роняет Иногда Навозный Пирог Который Мы Можем Использовать Как Яд Для Оружия Который Отравляет Врагов Достаточно Сильно Но И Отравляет Нас В том Числе Когда Нибудь Его В принципе Можно Будет Использовать Если Появится Враг С Большим Точнее С очень Маленькой Выносливостью От ядов Это Можно Будет Использовать Но Пока Так Это Что-то Что-то Типа Боевого Клича Давайте И он Он Погибает Вроде бы Их Всего Трое Мне Кажется Их Всего Трое Надеюсь Больше Их Не будет Теперь Мы Можем Потихоньку Делать Наш Путь К Костру Это Будет Крайне Трудно Честно Это Место Трудно Не из-за Того Что Здесь Куча Врагов Но Врагов Здесь Тоже Будет Порядком Трудно Из-за Того Что Можно В любой Момент Ну Пойдемте Вниз Так Просто Спускаться И Стараться Убивать Вот этих Вот Ребят Быстрее Чем Они Убьют Меня И Стараться Убивать Комаров В том Числе И Тогда Все Будет Очень Даже Неплохо Для Нас Вон Уже Начинают Появляться Комары Вижу Они Летят Ко мне Давайте Спустимся На уровень Ниже Надеюсь Я вернусь От этого Крутого Яда Так Убьем Еще Этого Комара Ох У меня Супер Яд Так У меня Нету Находки Нигде Лечилки От Яда Сука Я В меню Застрял Неужели Я Умру Так Давайте Попробуем Вылечить Этот Яд Надеюсь Он Лечится Он Не Лечится С помощью Этой Штуки Так Придется Придется Идти Таким Какой Есть Надеюсь Я доберусь До костра Если нет То придется Весь этот Путь Делать По новой Так Не Сюда Пробегаем Мимо Этого Парня Не Будем На Нем Останавливаться И Опять Не Сюда Где То Здесь Лестница Должна Быть У Мне Остается Всего Две Флеги С Эстусом И Мне Дико Страшно Дико Страшно Вот Она Лестница Так А Вот Он Проход Который Нам Нужен Бля Я Не Вижу Ничего Вообще Ни Черт Одна Фляга Остается Костер Достаточно Близко Достаточно Близко Буквально Пару Врагов Вперед Так Я Сразу Заряжу Человечность Чтобы Лечиться Хотя Ей Так Лечись Лечись Человечность Кстати Восстанавливает Фулл ХП Практически Сразу И здесь Кстати Ко мне Может Да Ко мне Присумонилась Милдред Придется Биться С ней В таком Состоянии Вон Она Бегает С Мишком На голове И С Мясницким Топором Так Попробую Вылечиться Бэкстэбом Ее Возможно С первого Раза Не убью Но Попытаюсь Костер Вообще Рядом Очень Очень Рядом Еще один Бэкстэб Думаю Убьют Меня Так Блять Я не успеваю Сука Твою мать Милдред Что ж ты за Шлюха Боже Блять Серьезно Если б я успел Весь путь Обратно Но Теперь Без Человечности Так что Милдред Не сможет Второй раз Подключиться Единственное Стоит избегать Опять этого яда Просто Вот Ну Такое Случается На самом деле Я вот Сейчас Крайне Огорчен Просто Такое Вот Стечение Обстоятельств Неприятное И мне Пиздец Потому Что Я забыл Дернуть Рычаг Я проебал Кстати Все Все Вообще Все Что Было До Этого Никакого Больше Зеленого Фонарика Впереди Не будет Я остался С нулем Всего Это Меня Огорчает Еще Больше Да Блядь Я че Я тут Восстановлю Че Я оживлю Здесь Ничего Абсолютно Так И здесь А вон он Рычаг Я думал Я думал Его нет Вот такая Вот проблема От того Что Никогда Не стоит Торопиться В Dark Souls Никогда Это Очень Плохая Идея И сказывается Обычно Полнейшим Говном Для тебя Ну Пройдем Сейчас Тут Участок Дойдем До Костра Там Найдем Еще По-моему Кусочек Демонической Руды Если Не ошибаюсь Может Не Демонической Честно Не помню Посмотрим В общем Посмотрим Так Вот Она Долина Драконов И Снова Здоровые Ребята Интересно Я могу Пробежать Мимо Них Потому Что Катана Действительно Теряет Прочность В большом В большом Количестве Блин Так Еще Мимо Одного И Да Конечно Почему Вы Не Сдох Еще Раз Я Вспомнил Свой Совет Который Давал Вам Наверное Немного Поздно Ребята Никогда Не Пытайтесь Пробежать Мимо Врагов Если Вы Это Делаете С Целью Того Чтобы Быстрее Пройти Какой То Участок Игры Скорее Вы Подохнете Примерно Как Сделал Это Я Сейчас Никогда Нельзя Торопиться В Дракс Еще Одна Попытка Пройти Через Этот Участок Я Представляю Что Будет В Ван Орландо Там Все Еще Серьезнее Враги Серьезнее Ладно Сообразим Ребят Справимся Просто Надо Дойти До Костро Надо Дойти До Костро И Там Очень Недалеко Будет Уже Битва С Боссом В Любом Случай Придется Человечность Возвращать Потому Что В Одиночку С Тем Боссом Биться Будет Дико Трудно Ладно Справимся Не Впервые У 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 Человек 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 Чёрт сколько осталось прочностью катаны половина в принципе в принципе этого должно нам хватить давайте будем выманивать их по одному я не знаю может да куда ты пошел может забомбить их фаерболами как минимум впереди они могут мне не понадобится фарбола так не ну фаербола не особо действенное как-то лучше делать бэкстеп наносит это больше дамага сделать его немного проще и как минимум в догонку к этому мы можем еще пару раз ударить врага почему я хотел мимо них пробежать они же они же совсем не трудно особенно учитывая размер их огромной спины бэкстеп наносить совсем совсем не трудно не знаю дурак я потому что поэтому я решился от них убегать еще один бэкстеп и еще один ударчик возможно он будет летальным для этого врага я не знаю зачем я поднял оживление абсолютно бесполезно для меня сейчас будем так примерно с ними биться да и тем более один остался бэкстеп и пожалуй последний удар как мне кажется все готов берегись отчаяния ребят да хорош это не такой трудный участок просто там в одном месте есть враги которые вешают вот этот вот яд который очень быстро сжигает хп обыкновенный яд от комаров и от этих врагов здесь ну я не знаю путь они наверное тараканы этот обычный яд совершенно совершенно не страшен страшен именно яд от тех вот дурачков деревянных поэтому туда пока к ним я не пойду просто на одном из в одном из этих мест надо не затупить не лезть к ним именно вот здесь нет чуть чуть ниже одним ловом не лезть к ним а просто мимо мимо сбежать сразу на лестницу вы могли видеть час мимо меня пика пролетела это вот как раз вот эти вот враги издалека пытаются травить ядом и травят с большим успехом одно попадание и сразу яд висит на тебе кстати еще за мной летает кучка кучка комаров в какой-то момент они все-таки меня настигнут я уверен в этом поэтому надо пожалуй как-нибудь побыстрее отсюда слинять милдред сейчас не будет но как я восстановлю человечность скорее всего она снова придет а может нет я кстати не знаю второй раз появляется ли она или нет если появится теперь без яда я убью ее без проблем а вот комары может быть они отстали я не уверен с другая проблема здесь еще нельзя заходить в воду можно точнее но это вешает на тебя тоже яд давайте выпьем флягу с астусом пробежим через это место с ядом мы вернемся от этой штуки она наносит огненный дамаг и травит ядом когда бьет в ближнем бою что здесь бей слева кого бить никого нет кретина тут костер так давайте сядем его отдохнем чтобы если что вдруг вернулся именно к нему пробежим вперед там впереди клад о котором я говорил немного ранее так вот он драконья чешуя вот что не демоническая руда прошу прощения драконья чешуя нужна для одного из кланов кланов я не знаю как они тут конгломераты может быть хрен знает в общем нужна в одном из этих там как в одном из кланов сдаешь монетки медальки в этом клане сдаешь чешую дракона которая падает с живых игроков это такой пвпшный клан зарабатываешь чешуи именно с того что убиваешь живых игроков так я восстановил человечность есть вероятность того что милдред придет по мою жопу надеюсь нет так давайте попробуем заманить этого вот паука кстати я я даже не знал что он летающий на самом деле так нам не нужно в эту сторону если честно так и вот так вот эти комары травят нас с помощью вот этого крови и наносит неплохой такой дамаг спавнятся они кстати бесконечно биться с ними не обязательно так давайте убьем эту паука и убьем следующего такого так милдред все-таки подключается давайте попробуем вытянуть ее куда-нибудь на более открытое пространство ванна давай милдред иди сюда будем биться так ладно комары конечно тут совсем сейчас не к месту нам ладно комары комары пока отвалили у милдред остается совсем чуть-чуть хп кстати она по моему одна из тех типа боссов кто не хилится совершенно милдред умирает мы получаем за это человечность и еще одна человечность и теперь мы сделаем наш путь к боссам тут к сожалению придется идти через яд отравление тут неминуемо но лучше идти так через чем через вот тех вот здоровых ребят которые держат валуны они наносят огромный дамаг своими валунами а местный яд которым я траванулся сейчас не такой уж он сильный в принципе я бы вылечился от него сейчас но у меня есть цель немного поважнее надо убрать этих комаров ну сейчас заберемся туда на вот эту вот прыщавую землю и вылечимся у меня есть по моему еще одна водоросль от яда надеюсь она так называется так да как раз еще одна осталась все я больше не травлюсь от яда и мы можем идти к боссу так пока комары меня преследуют я постараюсь слинять от них немного побыстрее и угадайте кто нам будет помогать в битве с этим боссом естественно голыдьба милдред кто же еще но это лучше чем ничего она неплохо делает свою работу если может добраться в ближний бой к врагу я надеюсь она нам поможет так людоедка милдред давай голая баба с мешком на голове и мясницким топором в руках ты нужна мне давай давай отлично милдред тут хотел помахать ей милдред привет привет здорово и попробуем вдвоем справиться с этим ох я надеюсь что все будет хорошо опять скипаю заставочку это квилок достаточно крутой босс плюется лавой наносит наносит много дамага кастует по площади заклинания и по моему у нее очень хороший резист к огненной атаке но милдред наносит ей много много дамага в ближнем бою ну 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 атаку спешил скупил ну полу паук полу паук полу женщина Полусимпатичная обнаженная женщина, если быть точным. Так, я попробую захилиться. Она теряет таргет по мне. Медится в Милдред. Попробую рубить ее. Так, надо чуть-чуть восстановить выносливость. Подождать, пусть Милдред немного поборется. Единственное, что я могу кидать, наверное, бомбы. Думаю, бомбы против этого босса проходят. Мне кажется, я ни одной бомбой просто не попал. Нет, они не особо наносят три дамага. Будем резать ее мечом и умирать. Ой, я надеюсь, я не умру сейчас. Так, она отвлеклась опять на Милдред. У меня есть возможность захилиться. Так, она снова разозлилась. Кстати, сквозь щит. Сквозь щит сейчас наносят мне столько вот дамага. Так, прошу, дай отхилиться. Битва почти к концу подходит. Ну вот уже совсем чуть-чуть у нее остается здоровья. Так, вот это был бы на самом деле сильный удар, если бы она попала по мне. Давай, Милдред, делай свое дело. Так. Я думаю, надо еще раз захилиться. На момент того, что она может атаковать с Плэшова. Сейчас, например. И... В принципе, Милдред ее добивает. Даже не я, Милдред. Но спасибо большое. Милдред, спасибо. В этот раз ты не была мерзкой, уебиной. И помогла мне. А теперь мы получим наш новый суперкрутой фаерболл. Я надеюсь. И заодно вступим в первый наш клан. Надеюсь, первый и последний очень-очень поможет нам. Так, вот он колокол. Давайте позвоним, позвеним. Это нам откроет возможность к проходу к следующему боссу. И даст нам возможность ПП с Ван Орландо. На котором я, пожалуй, наверное, закончу это видео. Я надеюсь. Так, теперь здесь где-то... Где-то здесь, где-то здесь или узорная стена. Где-то... Может вот здесь. Может здесь. Пытаюсь вспомнить. Не... Может вот в этой комнате. Эта стена нам очень-очень нужна. Может быть нам надо даже вниз спуститься. Я, честно, не особо помню. Надеюсь... Да, где-то вот здесь. А вон она подсвечена. Кстати, угадайте, кто оставлял подсказку. По-моему... По-моему, я ее оставлял. Ну, может они здесь исчезают. И, в общем, пройдя через эту призрачную стену, мы можем активировать новый костер. Без разницы, что отвечать этому парню, он все равно откроет дорогу. Очень медленно, очень медленно, с плохим темпом откроет дорогу. И мы сможем вступить в новый клан. Вступить в орден. Да. Мы вступаем в орден темных сил, мне кажется. Получаем пиромантию новую. Если поднести 10 человечности, мы повышаем наш левел в этом клане. Чтобы... По-моему, в будущем это нам необходимо, чтобы спасти Солара. По-моему, так, да. И теперь мы можем взять большой огненный фарбол с собой. Отличная штука. Прямо вот то, что доктор прописал. Давайте пару раз апнем левел. Может даже вот так вот. Я не знаю, ученость, сила. Вот так вот, до 30. Ловкость один раз. 31. Хороший левел. Для того, чтобы отправиться дальше в наше путешествие. Так, я не знаю, что еще здесь можно ловить. Вроде... Вроде и ничего. Там тупик. Эм... Давайте... Я не знаю... Давайте принесем в жертву человечность. У нас на всякий случай... А, на самом деле, давайте потратим двойную человечность, а эту обыкновенную, четкую человечность оставим. У нас есть целых три двойных человечности. Благодаря этому мы сможем подняться практически до десятого. Сделаем 10 человечностей, поднимем левел в нашем, в этом клане. Так, и еще две. За это, может, получим какой-то бонус. Я не уверен, кстати. Насчет первого... Первого бонуса. Но нам нужен второй уровень для того, чтобы спасти потом Солара. Так что впереди еще куча подношений будет. Это будет продолжаться немного долго. Жаль, нельзя сразу кучей. Так, еще чуть-чуть. Чуть больше половины. На самом деле, я рад, что Милдред была на моей стороне против этого босса. Она очень-очень помогла. Ну, видите, как враг она не очень сильная. А как саммин и поддержка против босса очень даже... Очень даже хороша. Так, давайте поднесем. Еще три штучки осталось. И отправимся к Андре. Посмотрим, если можем что-то апнуть, то апнем. Если нет, идем к следующему боссу, после которого у нас уже будет свой переход в Аннарланды. Дойдем там до Костром и закончим это видео. Надеюсь, кому-то было очень полезно это прохождение. Потому что для меня было реально трудным вот так вот дойти. Все-таки я... Так, я получил ранг. Все, за это мне ничего не дали, но следующий подъем дает, по-моему, или новое заклятие пирамантии. Или что-то еще такое. Может, новое оружие. Ну, точно, точно что-то дает. Теперь нам нужно пробраться обратно к тому костру. Пройти через трех великанов. Подняться наверх. Длинный путь, ребята. Хорошо, что мы зажгли этот костер здесь в будущем, когда у нас будет возможность телепорта между кострами. Мы сможем очень легко сюда пригвоздиться и, пожалуй, все. И приносить души этой прекрасной девушке. Не помню, как ее зовут, честно. Но, по-моему, она одна из дочерей... Помните, в начале катсцены там рассказывали про дочерей Азалит? Если не ошибаюсь. То вот она одна из них. Сестра Аквилек, которую мы убили. Вроде бы история вот так вот проходит. Теперь нам нужно пройти сквозь болото снова к костру, чтобы залечить яд, который мы сейчас получим по дороге. И потом пойдем обратно. Так, отравление уже у меня есть, но это не то сильное отравление, которого стоит бояться. Так, этот гад... А, он не умер? Кто меня ударил? А, ну естественно, кто же еще мог меня ударить? Как нивые, жалкие ублюдки, бесполезные. Так, давайте вылечимся. Я, кстати, не видел этих комаров, как они меня преследовали. Давайте заберем шмотку отсюда. Большой осколок титанита. Это поможет нам прокачать нашу катану до плюс шести. Тоже не лишним будет на битве с боссом. Все будет не лишним на битве с боссом, на самом деле. Так, я думал, этот парень пошел за мной. Раз нет, то не стоит акцентировать на него внимание. Второй раз Милдред, по-моему, не портируется к тебе. Так что теперь можем не бояться. Просто пройдем к костру, восстановимся. И без яда пойдем наверх. Я надеюсь. Так, вот он костер. Все, теперь можем идти наверх. По-моему, здесь еще какой-то кратчайший путь можно открыть. Опять же, на деле посмотрим. Вот так вот я не помню. Попробуем подняться. Если я увижу короткий путь, то мы воспользуемся им. Если нет, пойдем длинным путем. Так, вот она лестница наверх. Вот он, подъем. Так, главное не ошибиться, с какой стороны он заканчивается. Иначе можно свалиться и сразу умереть. Высоты тут достаточны, чтобы умирать сразу. Так, вот он, перекат. Так, вот она лестница. Теперь нужно миновать участок с отравляющими ублюдками. Мне кажется, он как раз сейчас будет. Я слышу их броски. К сожалению, не вижу пока лестницу. А, вот она. Так, нет. Фух, не попал. В голову, видите этот вот деревянный ублюдок? Именно эти чуваки травят таким вот суперкрутым ядом. Который мне совсем не нравится. И он очень долго сходит. Дольше, чем простой яд. Мы почти уже, почти забрались наверх. О, смотрите, там какая-то родительная пиявка на заднице господней. И все. Остались три великана. Мимо них я пробегать не буду. У меня уже есть неприятный опыт с этим делом. Зато у нас, у нас же теперь есть крутой фаерболм. Который, возможно, ладно, ваншотом он не убивает. Смысла в нем нету против этих ребят. Все-таки у них есть защита против огня. Мы можем зарезать их катаной. Доберемся до Андрея, прокачаем катану. Увеличим левел у катаны. Я думаю, вот сейчас все-таки придется воспользоваться фаерболами, потому что они идут вдвоем. Как минимум одного мы можем спалить таким образом. Все, один умирает. Целых три фаербола требуется. Ну, примерно столько же бэкстеп наносит. Ау. Ау. Дядя. Хорош. Ты не такой грозный, каким ты хочешь казаться. По крайней мере, я тебя не боюсь и убиваю тебя бэкстепом. Нет, не убиваю. Я надеялся. Убиваю тебя вот так вот. Их всего три. Значит, теперь мы можем спокойно бежать и уходить отсюда. Мы сделали свое дело здесь, позвонили, позвенели, позвонили во второй колокол. Теперь нам осталось только перейти через этот хрупкий мост. И мы будем снова в храме огня. Как я мог не заметить вот здесь большую душу. Не знаю, как-то она так, видимо, лежала очень припрятана. Все, идем обратно. В руинах пока нет смысла тусить без божественного оружия. Кстати, здесь бонус, его я тоже не видел. Еще одна душа. В будущем эти души, конечно, будут очень полезны. Ой, я просто вспомнил, что нас ждет впереди. Какой дикий будет бой. Какая дикая будет локация впереди. Но там мы сможем найти новое оружие. Оно не будет, конечно, лучше нашего. Но в некоторых местах электрическое оружие будет очень полезно. Да и как бы и на халяву. Считайте, что нам отказываться, что ли? Нет, конечно. Из-за того, что мы вступили в храм в Лигу Темных Сил, или как там это называется, умерла хранительница костра, скинула свое шматье, и, пожалуй, я переоденусь в ее шмотки. Они лучше наших. Не все, конечно, но некоторые. И, пожалуй, вот платье тоже нацеплю. Хоть я играю за мужского персонажа, но... Так, стрел я нигде не нашел. Это пригодится. А, у меня... У меня есть шлем Гаргулии. Пожалуй, теперь его можно нацепить. А яда впереди будет не так уж много. Я его не цеплял именно из-за того, что там ядовитые места. Видите, костер больше не горит, потому что нету хранительницы. К сожалению, к сожалению. Так, я хотел к Андре добраться. Давайте сделаем это. Так, что он тут? Давайте попробуем поговорить с... Она не очень настроена общаться. Не очень хотят они вообще все со мной разговаривать, но у того парня, который был с самого начала, мы можем вылечить заклинания лечения и прочее. С помощью талисмана мы можем кастовать их, но я не хочу качать саппорта. У меня есть пиромантия, которой я планирую пользоваться пока что очень активно и которая очень хорошо помогает мне. Так, сейчас дойдем до Андреа, прокачаем катану еще разок. И пойдем дальше. Так, вот сейчас мимо этих ребят можно пробежать. В принципе, они больше нам. Но не особо нужны, они не столько дают душ, сколько нам необходимо на нашем левле. Да и у меня есть пока 3000, этого хватит на прокачку оружия, по крайней мере. Давайте отдохнем у этого костра. Потому что это ближайший костер на всю локацию, которая будет впереди. Это будет трудная локация. Но я надеюсь, у нас все получится. Так, теперь мы можем прокачать нашу катану. Мы можем сделать из нее грубую катану, но я не вижу в этом пока смысла, во всяком случае. В любом случае, мы можем прокачать нашу катану до 10, потом сделать из нее грубую, и потом грубую прокачать еще до 5. И мне кажется, мне кажется, такой план прокачки работает. Я не уверен. Впереди замок. Крутой замок. Попробую поделиться с вами своей тактикой. По крайней мере, в начале... В начале участок я советую пробегать. Не нажимайте на эту платформу со стрелой. Уворачивайтесь от этих врагов. Бегите дальше. Не стоит на них акцентировать внимание, потому что они, в принципе, могут погибнуть вот на этом участке. Как и я могу погибнуть на этом участке. К сожалению, меня сейчас прикончит этот парень без вариантов. Просто я мудак, и поступил как мудак в этом месте. Надо было не бежать, а просто спокойно перейти через каждую болтающуюся, болтающуюся эти яйца по чуть-чуть, по кусочкам. Ну, теперь у меня нет лишней человечности, которая может быть против нас. Кто-то мог подключиться, в принципе, на этом участке. Зачем нам рисковать? Впереди все равно будет один костер. Просто до него очень-очень трудный путь. И отсюда начинаем наш бег. Попробуем пробежать снова мимо этих ребят. Неплохо получается. Обычно они просто падают отсюда, либо их сбивают вот эти вот штуки. И вроде как нормально. Игнорируем того, который кидается молниями. В принципе, мы можем побиться с этим парнем. А можем проигнорировать. В принципе, я, пожалуй, его лучше проигнорирую. Мне кажется, я недостаточно силен, чтобы с ним биться. На этом участке все равно есть большая вероятность того, что он упадет. Такая же большая вероятность есть, что я упаду. Так, отлично. Я активирую ловушку в самый нужный момент. Она убивает эту ящерицу. Что у нас тут? Большой осколок титанита. Еще две. Ну, или, по крайней мере, одна прокачка для нашей катаны. Проходим тихо, чтобы не разбудить этого парня. Лишние враги все-таки нам не нужны. Так, нет, пока я не побегу, пусть прокатится еще один валун. Сука, я думаю, ты умер. Я действительно думал, что валун его прикончит. К сожалению, придется с ним биться. В любом случае, он бы меня догнал потом, раз он выжил. Хорошо, что на них можно использовать бэкстеп. И я крайне мало наношу им урон. И бэкстеп тоже на них не особо сильно действует, на этих ящериц, но это лучше, чем ничего. Может быть, сейчас он погибнет. Да, он погибает. Теперь наш путь немного открыт. Давайте вылечимся по полной, потому что впереди будет немного жесткий участок. Так, камень. Как только он прокатывается, мы бежим. Бежим вперед, бежим, бежим, бежим. И заходим сюда. Пожалуй. Так, я, по-моему, не нажал на платформу, к сожалению. Так, я надеюсь, он меня не убьет. Так, сейчас вот сделаем все по-умному. Он побежит за мной. Я активирую эту ловушку, увернусь, и может быть... Нет, к сожалению, ловушка его тоже не убила. Будем биться так. По-честному, типа. В принципе, еще один удар ему остался. И вот он был. Так. Теперь стрёмный участок, потому что бежать нужно сразу. Как только видишь валун, все, сразу, сразу врубаешь бег, сразу бежишь и уворачиваешься, и все. Здесь нет какой-то трудной логической составляющей в этом месте. Просто нужно рычаг повернуть в сторону и пойти туда, куда до этого катился камень. Наверное. Или наверно. Давайте посмотрим. Я... Нет, нет. Правильно, все. Вниз. Там мы найдем новое, достаточно неплохое, клевое оружие, которым будем пользоваться, ну, может быть, время от времени, по крайней мере, будем пользоваться. Будут враги, у которых есть слабость перед электрическим оружием, против них и будем пользоваться. Единственное, надо только лишь справиться с одним врагом. Пожалуй, это, наверное, последний враг, который будет перед костром. Так. Фаерболл наносит ему неплохо так дамага. Еще один и дело сделано. Все, он погибает. Обычно этот бой проходит немного труднее. И мы получаем наше копье молний, которое наносит электрический дамаг. Оно немного слабее моего оружия сейчас. И я его, в принципе, могу носить. Это хорошо. Проблема в том, что у него хороший электрический дамаг. Надо будет использовать против определенного типа врагов. Но, думаю, таких мы найдем. Осталось совсем немного до костра. Но это будет, пожалуй, самый трудный участок. Сейчас. А сделать его обязательно нужно. Вот здесь вот советую просто бегом пробежать. Обычно стрелы не задевают. Если делаешь это именно вот так вот. Так, сейчас вот опять же советую здесь просто быстро пробежать. уже хорошо. Тут сейчас будет враг, с которым нам обязательно нужно подраться. Иначе он будет преследовать нас до конца наших дней. а нам это ну тоже не нужно. Попробуем бэкстеп. Немного вылечимся. Попробуем. Я ожидал, что удастся использовать бэкстеп снова. так, все, он умирает. Так, я думал, там сундук впереди. Показалось. Теперь есть еще одна женщина, вот эта вот. Мне кажется, это женщина-змея. которая еще бьет электричеством. У нее немного меньше хп, чем у того парня, да и она не такой сильный враг. И теперь вот тот участок, о котором я говорил. Просто нужно закидать фаер-булами. Две штуки было достаточно. Теперь мое самое нелюбимое место. Очень тонкая дорожка, очень устраиваю ловушки. Теперь не наступить бы на эту педальку. И в принципе мы очень, очень, очень близки к костру. Прям очень-очень. Я надеюсь, я сейчас доберусь до него. Да, мы вернемся до костра. Поздравляю. Давайте посидим у него. Посмотрим, нет, лаву не апнуть. Заклинание. Нам в любом случае нужно стать человеком сейчас. Сейчас здесь записка. Призрак впереди. он есть, но как бы с ним не обязательно биться. Так, все, восстанавливаем человечность и можем идти на следующего босса. Спрыгиваем аккуратно здесь. Теперь нам просто нужно достаточно быстро пробежать этот участок. игнорируем все бонусы. Просто главное пробежать. Бонусы мы сможем собрать потом, когда эти огненные взрывающиеся фаерболы перестанут лететь в нас. вот здесь вот налево можно не идти. Там хоть и рыцарь, но это не означает, что там что-то полезное будет. Наоборот, там абсолютно ничего не будет. И здесь мы, кстати, можем открыть короткий путь, чтобы миновать все вот это шествие через ящериц, через ловушки. Мы это сделаем чуть попозже. Сначала давайте убьем босса. убьем этого парня. Отлично он умирает. Вот он знак призыва. Не тот, конечно, но может быть этот фантом тоже призовется. Втроем биться будет достаточно неплохо. Давайте подождем. Может он все-таки появится? Нет. Мне кажется нет. поэтому призовем фантома бота, который тоже очень дико нам может помочь. Остальной Таркус. Этот парень знает, что делать с железным големом и справляется со своей работой лучше кого-либо другого. Пойдем, Таркус. Брэнман тоже пришел, а значит мы даже будем делать это втроем. Давайте помашем ему, все-таки тут нет какого-то чата. И пойдемте биться с боссом. Я думаю ребята могут сделать хорошую работу против этого босса. плюс мы можем кидаться фаерболами, которые наносят неплохой ему дамаг. Он кстати может вполне себе очень легко скинуть меня отсюда. Такой вариант тоже возможен. Поэтому будем стараться биться аккуратненько. так давайте уже докидаем фаерболы до конца. Сколько осталось. Он не дает Таркусу подойти к нему. Так ребята вроде как его пили. Очень тактическая такая битва у нас проходит здесь. Можно даже сказать битва экстрасенсов. Я к сожалению забыл убить голема поэтому там постоянно падают метеориты. придется убиться с ним в одиночестве. Но осталось совсем немного может быть убьем. Может быть убьем. Так он пошатнулся. Самый момент начинать его рубить. Все он умирает. он умирает. Все духи уходят. Таркус тоже. Ребята спасибо большое за ваше участие. Вы были молодцами. Перед тем как тронуть то кольцо надо убить этого великана. Желательно убить этого великана. Это именно он кидался огненными фаерболами. на самом деле мне бы только лишь проскочить туда мимо него. Проскочить мимо него и можно без труда его загасить. К сожалению он очень плотно стоит к проходу. гранаты я в него попасть тоже не смог. Так он очень очень злится на меня. Так вот он встал в позицию в которой его можно висеть. так я снес ему что-то около нет чуть меньше половины будем ждать следующей такой возможности так он снова развернулся он очень зол он очень сильно меня ударил между этим по-моему он опять загнулся давайте возьмем меч в две руки еще половина осталось но просто его необходимо убить желательно лишний опыт и меньше потом проблем будет я к сожалению затупил обычно это делается как вызываешь таркусы вызываешь кришей вы идете вместе убиваете сначала этого голема а потом идете на босса чтобы ребята не исчезли ну вот получилось вот так вот как получилось так все он снова встал на карты все он умирает это хорошо и роняет обломок титанита что тоже дико здорово теперь теперь не хочу пока трогать кольцо это сразу отправит нас в ван орландо и на этом мы закончим наше видео я пока что не хочу этого я хочу добраться до торговца сначала даже для начала я хочу собрать весь дроп здесь не обращайте внимания на того другого голема он в нас кидаться не будет он занимается тем что пускает камни в дырку видели когда я рычаг поворачивал с камнями камни идут именно от этого голема так надеюсь я перепрыгну отлично и здесь торговец здесь же в этой игре нет какой-то зарегистрированной кнопки прыжка поэтому это немного трудно у него мы можем купить большие осколки титанита и в принципе неплохое оружие и даже неплохой щит который очень хорошо защищает от огня но к сожалению он дико тяжелый и мне кажется с ним персонаж будет медленно ходить так же мы можем купить два кольца против молнии и против магии против молнии был бы актуален для нас но целых 15 тысяч я проходил без этих трат денег купим 12 осколков титанита потратим все деньги на это все души точнее но оно того стоит теперь мы можем прокачать нашу катану давайте спустим сюда по-моему тут еще что-то что-то важное находилось по крайней мере да по-моему здесь один фехтовальщик а нет одна ящерица которая охраняет кольцо так и давайте ее просто напросто зарубим вот так а ключ от клетки вот вот зачем я шел сюда к торговцу я думал почему у него нет в стреле ключа потому что он не покупается а нам его нужно достать здесь чтобы открыть короткий путь мимо всех этих комнат с ящерицами мимо всех ловушек и прочего сейчас мы это сделаем и сразу отправимся ван орланда до костра интересно сколько длилось видео часа два наверное может больше реально долгое но надеюсь очень полезное так отличный прыжок давайте активируем теперь клетку сначала давайте засыримся у костра можно на самом деле сразу а нет я не купил этот сундук для прокачки оружия надо будет наверное вернуться к Андре желательно купить у него этот сундук чтобы этим можно было заниматься без его помощи так давайте почистим эту локацию лучше здесь еще по-моему немного ништяков осталось как минимум здесь точно есть кольцо точно есть крутое кольцо давай фехтовальщик идем сюда фехтовальщик да наверное отличное название для него и теперь я вроде как с ним справляюсь немного легче чем это было раньше выносливости все равно немного не хватает против его атак и по-моему он сейчас в том состоянии что очень хочет полечиться поэтому я не дам ему это сделать и впереди еще один такой же фехтовальщик который охраняет кольцо которое мы будем носить с собой впереди я хотел его контратаковать к сожалению не всегда не всегда выходит так отличная серия атака по нему к сожалению не убил но сильно покалечил все пожалуй намирает ничего не дропает и мы забираем пламенное кольцо защита от огня будем носить его так как я не знаю можно взять другой щит с меньшим количеством защиты от огня и пользоваться кольцом как дополнительной защитой и ребят поехали дальше осталось совсем чуть-чуть разведать эту локацию буквально двух врагов мне кажется осталось убить и на этом наше путешествие здесь в замке заканчивается и мы ну пожалуй сходим все-таки к Андре прокачаем оружие и уже после этого отправимся в Анроланда и закончим эту часть снова рыцарь с таким мы уже бились так что в принципе уже есть небольшой опыт я не знаю как работает фаербол против него думаю можно попробовать на самом деле они неплохо ему так сносят дамага я думаю один огненный фаербол доделает уже оставшуюся работу 219 и думаю пожалуй один удар остался сейчас он сделает замах на меня он пытался вылечиться что даже еще лучше а теперь будет достаточно трудный враг но мне кажется он того стоит мы получим кольцо о котором я говорил в самом начале видео то кольцо которое оставляет нам человечность жизнь и прочее но после смерти ломается буквально вот вот мы сможем его получить как только убьем вот этого вот парня он очень крут он отличный фехтовальщик и в целом очень трудный враг и если он поймает меня на контратаку скорее всего убьет одним ударом он кстати сильно напоминает рыцаря который был в начале игры у него очень много хп но пока я с ним справляюсь неплохо кстати щит у него блокирует очень плохо защиту так что этим тоже можно пользоваться он почти погиб думаю вот он погибает он роняет свою рапиру обычно после смерти да Рикардо рапира кстати очень очень хорошее оружие для контратак насколько я знаю может быть попозже я даже его прокачаю так вот небесное благословление благословение благо что-то там и редкое жертвенное кольцо я пытаюсь вспомнить что что делает эта вот суперхилка благословение полностью восстанавливает здоровье и очищает тело лечит от проклятий если помните в одном из прошлых видео когда я ходил как раз в глубинах если правильно называю глубины по-моему там как раз меня прокляли и вот эта вот хилка работает против этого тоже а может быть работает как антидот я не пробовал ни разу да и как-то не хочется вроде это дорогой такой дроп и ну не знаю не вижу возможности воспользоваться этой хилкой а вдруг воспользуюсь зря вдруг потрачу ее в пустую будет обидно теперь давайте наконец-то откроем короткий путь с помощью ключа который я подобрал недавно совсем рядом с торговцем этот короткий путь нам еще пригодится чтобы можно было достаточно быстро добираться ванерланда о я уже все прогоняю не ванерланда а нашему замечательному кузнецу Андре тут немного трудное место так как все таки убивать немного ящериц надо так давайте выйдем зайдем обратно и нас увезет обратно замечательный голубой вертолет не знаю я очень хочу вернуться к Андре и прокачать оружие но мне кажется это место слишком опасно давайте попробуем все таки отсюда вправо по-моему нам надо пройти или влево наверное все таки в противоположную сторону и там должен быть выход отсюда и надо не забыть теперь что у нас здесь есть проход все отлично короткий путь которым обязательно нужно пользоваться пробежим мимо этих врагов активируем ловушку которая возможно сработает на нашей стороне по-моему кого-то из них атаковала она неплохо но все таки одна из ящериц бежит по идее у них таргет рейдж должна закончиться где-то в этом месте возле костра по крайней мере я просто сяду и они должны исчезнуть так теперь давайте купим штуку для прокачки оружия у костров вот что важно чтобы больше не надо было постоянно бегать к Андре так купить предмет оружейный ящик доспешный ремонтный вот эту вот штуку и ремонтный ящик попробуем усилить наше оружие 8 9 кита кота на плюс 10 и я бы попробовал рекордов рапиру на самом деле тоже про апгрейд у нее очень высокий критический урон давайте посмотрим просто сравним характеристики отбросим то что катана очень прокачана у кортика 120 критического дамага то есть нет в принципе не думаю что особо актуально будет нам эта прокачка так давайте глянем что еще можно сделать у андре вроде можно усилить а да починить снаряжение так рыцарский щит какая там на мне броня шлем горгули и все катану чинить не надо потому что я ее только что прокачал и она совершенно как новенькая еще раз передохнем у костра сделаем этот небольшой путь до короткого пути короткого пути если не мать сюда ван орланда наконец-то закончим это видео на сегодня а то у меня действительно уже даже глаза болят за один забег столько дел переделывать ловушка кстати теперь активирована на данный момент по крайней мере так что здесь можно просто делать бег по прямой и вот здесь вот аккуратненько пробираться мимо этих штук и вон она так я все я уехал и валим ван орландо надеюсь я сейчас пробегу здесь аккуратненько без лишних смертей без лишних проблем по моему вот сюда и наверх остался впереди всего лишь один враг до следующего костра один враг этот лучник ну надеюсь он меня не собьет отсюда внезапно если не собьет то ван орланда в принципе можем пробраться так он умирает кстати часто он иногда раняет титанит за собой прошу прощения и давайте активируем этот кружок попадем ван орланда и мы ван орланда давайте уже наконец-то сядем у костра я смогу сказать вам пока-пока но в принципе ребята спасибо большое за просмотр очень рад что очень рад потому что кто-то мог из вас досмотреть это до конца и кому-то это видео оказалось полезным это пожалуй самое важное ведь делал я его как бы не для просмотров не там для лайков не для подписчиков не всего остального именно делал это для тех ребят кому необходима небольшая помощь в Dark Souls небольшая подсказка куда идти что делать может быть я делал что-то неправильно может быть в каких-то местах я тупил и активировал не те костры не те вещи делал такое тоже в принципе возможно потому что я сам новичок в этой игре и как как и ну другие ребята так же пытаюсь научиться хорошо играть в Dark Souls все я сажусь у костра вырубаю наконец-то Dark Souls иду отдыхать может быть наконец-то покушаю буду самым счастливым прошу прощения у тех ребят кто ожидал что это видео будет с вебкой просто ну 3-2 не знаю полтора часа сколько она длилась записывать вебку видео весило бы очень-очень много и монтировать пришлось бы его просто бешено долго еще раз спасибо большое за просмотр ребят всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok